все ребят всем привет меня зовут оля еремина я занимаюсь трендами и тренд-вотчингом и сценарным проектированием что это вообще такое про тренды я вам сегодня расскажу про сценарное проектирование чуть расскажу наверное заранее я вместе с компаниями заказчиками знаешь любым человеком помогаю просчитывать различные альтернативы сценарии на из текущего из текущей точки это могут быть сценарии развития отрасли сценарий развития глобальные если человеку нужно просто понять какую-то глобальную картину мира в том числе и сценарий развития есть человек принимает какие-то важные для себя решения жизненные не знаю там поменять работу переехать другой город иногда даже приходит с вопросом жениться ли мне сегодня или через год вот ему помогаем просчитывать сценарий то есть если ты принимаешь такое решение какие могут быть последствия проводим эти сессии вместе с людьми с компаниями вот и всегда креативе вместе с нами почему потому что самое важное что у человека есть так называемая любимый сценарий да то есть все мы с вами имеем огромный опыт в нашей области всеми с вами имеем огромный опыт в нашей жизни и у нас есть определенные сценарии которые которые нам комфортно и которые нам которые мы верим вот но обычно это один сценарий максимум там два если прям очень сильно постараться но в жизни к сожалению так не бывает и всегда все происходит чуточку иначе и вот для того чтобы вот эта чуточка иначе никогда не была каким-то стрессом какой-то неожиданностью с такой мыслью что ну как же я об этом не подумал вот мы помогаем людям об этом подумать максимально насколько можем поэтому к нам приходят знать еще иногда так говорят об кого-то постучаться то есть когда хочется об кого-то подумать вот мы идем иногда к друзьям когда-то команде идем а кто-то приходит к нам к людям которым на самом деле максимально непредвзятые независимы вот к людям которые профессионально занимаются тем что сканируют все что происходит в текущем мире и помогают расширить вот этот контекст а человек уже сам решает то есть как бы как он этим контекстом пользуется часто благодаря такому расширению не знаю напитки новыми знаниями приходит какое-то новое альтернативное решение наименее безболезненное может быть особенно если это был какой-то компромисс из которого кажется что выбирать то в общем особо не из чего вот какой-то альтернативный сценарий вот по которому человек начинает двигаться и если что-то идет не по плану он к этому максимально спокойно относится потому что как правило мы стараемся просчитывать и негативные позитивные варианты вот для какого-то такого внутреннего спокойствия вот а теперь давайте мы с вами поговорим в общем про то как вы можете самостоятельно расширять эти варианты и про то как вы можете самостоятельно просто оценивать и видеть мир чуточку шире чем иногда он у нас есть сейчас я включу демонстрацию найду эту кнопочку надеюсь вы уже оль уже вы попали во многих не уже люди в личку пишут оля четкая оля вообще попала в тему того что вы сейчас что может а вот в google слайды попасть супер так я пропущу про себя и на презентацию потом скину чтобы не тратить на это время в чем смысл вообще всего то о чем я занимаюсь да что по сути будущее которое мы себе представляем оно все равно диктует возможности которые мы сегодня видим что это значит ну представим мы полный апокалипсис да соответственно наше поведение сегодня так или иначе будет обосновано тем что ну а что что то делать да если все идет тартарары и даже если это тартарары не знаю показывается не таким уж вероятным а на самом деле что оно реально не такое уж вероятное сейчас даже расскажу почему то куча возможностей которые возникают у нас потому что кризис это всегда на самом деле возможность для роста это очень большая возможность для роста если мы с вами видим что-то происходящее и если мы воспринимаем кризис как нечто временное да что он пройдет а в россии мы в общем-то к этому абсолютно приучены как тараканчики вот то наша задача увидеть максимально больше возможностей увидеть их как и правило можно с каким-то холодным рассудком здравым рассудком и понимать что происходит почему теоретически и по статистике на самом деле многие вещи невозможны расскажу одну историю такую сразу подводящую что максимальное количество страховок например домов до землетрясения происходит в первый год после этого землетрясения но оно это обусловлено понятно человеческой паникой страхом да что они только что пережили негативный опыт у них все это свежо им кажется что все это максимально страшно снова застраховать дом но что самое удивительное что по статистике в ближайший год и через два года через даже три года скорее всего землетрясение не случится и страховать дом надо чем дальше ты происходишь от этого землетрясения тем в общем вероятность его повторения сильно выше что касается текущей ситуации вот если мы посмотрим на какие-то самые негативные сценарии которые крутятся у вас голове да то в общем и целом не так много времени прошло от того когда какие-то из этих сценариев исполнялись поэтому статистически да и математика здесь часто не врет исполнение чего-то страшного оно очень сильно маловероятно вот это вам может быть вот так что мы делаем без трендов и как мы воспринимаем мир нам кажется что мир меняется примерно так то есть мы живем 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 своей жизни мы читаем то что мы привыкли читать мы читаем те каналы которые подписаны и регулярные всегда мы занимаемся деятельностью которые занимались вчера сегодня планируем заниматься завтра мы общаемся с людьми с нашим каким-то сложившимся кругом людей да которые одинаковы с нами по ценностям и что самое главное как правило по мировоззрению но потом случается что-то что писали в другом канале что сделал другой человек который не входит в наш круг общения и наш мир меняется резко нам кажется что происходит какая-то точка перелома из таких не знаю примеров да иногда бывает такое вот хочется вам купить что-то новое не знаю какую-то новую машину вам понравилась какая-то новая марка машин и вы съездили посмотрели ее в автосалоне например где-то увидели и в какой-то момент вы думаете о а их так много ездит на дорогах оказывается но смысл здесь не в том что это количество этих машин резко появилась на дорогу смысл просто в том что она попала ваш фокус внимания да то есть вы вот расширили свой горизонт на эту марку не знаю телефон на какую-то вещь из одежды да она попала ваш фокус внимания и вы стали замечать ее на улице и в какой-то момент вот в точке перегиба резкого перелома вам кажется что этого стало много но на самом деле это не так это было всегда и нарастала постепенно примерно так и менялось все достаточно плавно как это не звучит странно просто в какой-то момент это попало в наш фокус внимания потому что мы не смогли дальше жить это не замечая вот а до этого она просто не попадала в наш фокус внимания но она развивалась достаточно линейно что дает вообще знание трендов не знаю тренд-вотчинга даже для любого человека во первых она расширяет на самом базовом уровне ваш кругозор и полноту картины вашего восприятия а это помогает знание мегатрендов о котором мы поговорим с вами чуточку дальше даже если просто вы например начнете элементарно ходить на работу другой дорогой ну то есть вот поставите себе задачу за пять дней если вы там ездите ходите куда-то не знаю ребенка в сад школу отвозите поставьте задачу пять дней искать новые маршруты потому что часто и вы увидите как даже вернувшись на старый маршрут вы начнете замечать те вещи которые не замечали ранее это называется фрейминг не знаю так называем еще когнитивные искажения да когда мы просто перестаем замечать что-то привык что мы ходим одной дорогой что мы общаемся с одними людьми он зашел за фреймился да то есть поставил все границы самое главное он расслабился он выучил что на этом пути нам ничего не страшно мы знаем где какой поворот мы знаем где какая ямка мы знаем где какая лужа когда выпал дождик и идем так и наш мозг уже не напрягается потому достаточно ленивые мышцы и тренировать его надо постоянно чем больше тренируем тем соответственно больше он замечает потому что мы держим его в регулярном тонусе да вот и вот такие физические упражнения как искание новых маршрутов путей хождение по новым маршрутам оно помогает мозг вырвать из его зоны комфорта да но достаточно таким лайтовым способом да чтобы то есть его надо приучать пена нас приучает не постепенно да нас такими вот этими скачками потому что мы как бы не погружены в определенные тематики не изучаем их и считаем что нам нужны физически хотя бы так вот ходя по разным маршрутам попробуйте себе самая вторая часть возьмите с собой блокнот и ручку и записывайте вещи которые вас удивляют то есть самое классное потом раз в неделю эти записи но как-то анализировать что помогает еще расширять кругозор и полноту найдите две-три отрасли не знаю там две-три страны которые к вашему бизнесу к вашей жизни не имеют никакого отношения например вот очень рекомендую изучение стран африки да то есть это тот континент если мы посмотрим по мегатенденциям который будет максимально занимать большую долю по численности населения не так как бы не в таком отдаленном будущем на 2050 год 2040 год если не случится каких-то прямо из ряда выходящих событий это тот континент который занимает большую часть мира ты тот континент население да то есть там максимально это тот то население которое растет максимальными приростами сейчас да то есть если мы говорим про европейский континент мы с вами вымираем даст наше количество населения резко сокращается у нас в европе то африканский особенно африка южной сахары региона растет максимально быстро то есть это наше как мы хотим этого не хотим это наша целевая аудитория с которой там нам или нашим последователям да то есть мы же строим бизнес и помогаем людям не в сегодняшнем моменте мы планируем что-то будем делать мы и после нас будут делать да вот то есть это те люди с которыми нам нужно будет общаться нам нужно будет с ними работать потому что они будут везде второй вариант это понимаясь чуточку выше когда у вас сложилась полная крана полный кругозор и полнота картины нужно видеть уже учиться альтернативный сценарий развития да то есть у нас сложилось текущее впечатление мнение что происходит да то есть это реальные подтвержденные фактами вещи чем больше мы опираемся именно на фактами на наше личное мнение верю не верю там принимаю эту позицию не принимаю эту позицию просто факты вот есть происходящий факт есть происходящее событие и нравятся они нам нравятся мы их учитываем и они вкладываются в нашу какую-то полную картину да наш пазл дополняется тем что нам иногда неприятно иногда маловероятно по нашему мнению да но это то что случилось и мы не можем это не учитывать после этого переходим на такой уровень условной креативности из этой картины понимаем что как может развиваться наши отрасли базово мы можем посмотреть как раз таки тренды в нашей отрасли да то есть это то что сегодня уже началось да то есть то что сегодня уже происходит и мы понимаем что это такой силы мейнстрим что он будет с нами ближайшие пять лет таких трендов на самом деле очень много да то есть просто иногда есть какие-то вещи которые мы не понимаем что это вещь но там какой-то кейс до какой-то случай какой-то запрос от человека что это действительно начинающийся мейнстрим или уже продолжающийся и он не один такой в своих желаниях и запросах да просто нам надо обратить на него внимание как-то подтвердить возможно проанализировать и принять решение что таких людей например со временем будет становиться больше да и мы уже не можем их игнорировать а именно плавно да то есть не в тот момент когда мы открываем глаза и думаем ой оказывается это всем надо и мы в общем как бы уже должны были быть к этому готовы так мы принимаем решение о том какие могут быть альтернативные сценарии вот здесь как раз вступает в силу вот сценарное проектирование кто-то называет прогнозированием но я бы так ну как бы я называю сценарным проектированием потому что мы проектируем сценарии выбираем тот которому хотим следовать и сами проектируем что случится мы задаем как бы стараемся эти тренды задавать и действительно это всегда получается особенно если мы действуем сообща ну и когда у вас есть вот эти спроектированные вами сценариями там два три четыре ну хотя бы там три сценария там должно быть что мы можем делать мы можем принимать уже какие-то конкретные решения то есть у нас перед нами стоит выбор и мы смотрим что если этот сценарий реализуется то соответственно у нас может это решение так там последствия такие то быть если это такие то последствия если этот такие то последствия мы понимаем что наш базовый сценарий вот такой и вот такие последствия могут там идти за нашим решением вот но готовы к тому что может быть и так и так да и какие то для себя хотя бы в голове просчитываем способы реагирования когда что-то пойдет не так, а, скорее всего, так и будет. Но если это спроектировано заранее, это не будет стрессом, это будет просто новой возможностью, которую вы, собственно, и ожидали. Вот. Что самое главное про тенденции? Их нельзя выявить внезапно, да, то есть мы не можем залезать там раз в год, смотреть ток-10 тенденций некоммерческих организаций, образований, еще чего-то. Это уже будут не тенденции, то, что пишут компании, это в основном уже вещи, по сути, известные всем, и это такое наступает большое разочарование в трендах, да, типа, ну, вот, не удивили, в общем, да, что вы тут мне нового рассказали, потому что это так не работает. Тенденции нужно сканировать регулярно, как я уже сказала, что это какие-то источники, другие страны. Это просто чтение каналов, альтернативных к вашему мнению, например, да, около вашей отрасли. Регулярное их фиксирование в блокнотике, в табличке электронной, да, там, на доску мира, если с ней работаете, куда угодно, но фиксировать нужно обязательно, обязательно выделяя такие основные теги, да, то есть почему вы зафиксировали вот эту новость, вот это интервью, вот это событие. Заниматься этим, ну, в идеале хотя бы, вот, не знаю, знаете, как зарядку с утра, 15 минут зарядки, 15 минут просканировать какой-то новый каналчик, какую-то новую вещь, ну, то есть буквально одну-две, там, хотя бы одну новость, одно какой-то, не знаю, продукт, услугу, там, да, человека нового, которого вы увидели в своей отрасли или около нее, зафиксировать. Что с этим можно делать? С этим надо работать командой, потому что тенденции не выявляют отраслевые специалисты, как я уже сказала, да, то есть у нашего. Чем больше мы эксперты, тем, к сожалению, больше у нас вот эти когнитивные искажения, тем больше у нас наше сознание принимает какой-то один сценарий, тем больше мы знаем доказательств, реальных доказательств того, что будет так и не иначе, да, потому что мы, сканируя мир, уже как бы долгое время сканируем его с учетом вот нашей позиции какой-то. Поэтому нам важно фиксировать все источники, которые, когда вот какие-то новости читаете, не по принципу верю-не верю, а по принципу, насколько это вероятно, да, то есть если там, я не говорю про какие-то там совсем фейковые новости, да, но если вы видите, что реально какая-то компания открылась, которая занимается тем, что, например, ваше понимание вообще никак не укладывается, да, что вообще, что они за бред делают, и вообще это какая-то ерунда полная, да, фиксируйте. Вот таких ребят надо фиксировать. Они помогут вам, потому что сейчас это ерунда, вы там через месяц увидели еще одну такую компанию и уже обратили на нее внимание, потому что месяцем ранее вы ее зафиксировали, зафиксировали где-то на носителе, она зафиксировалась у вас в голове, и вы начнете видеть этот альтернативный сценарий, который начинает развиваться. Уже хотите вы того или нет, но вы мозгу дали команду, что вот смотри, я это записала, да, вот в эту сторону, пожалуйста, тоже обращаю внимание. Мозг принял эту информацию и начал записывать. И чем больше вы фиксируете вот таких вот выходящих за рамки вашего, не знаю, там, ваших приоритетов вещей, тем больше вы расширяете свой мозг и даете ему команду замечать все, что происходит в вашей отрасли, все, что происходит, касающихся рядом вас отраслей каких-то, да, там, и все, что происходит в этом мире, да, то есть у нас есть, у каждого есть своя позиция, фиксируйте то, что выходит за рамки вашей позиции. Как бы это, может быть, на начальных этапах иногда бывает, ну, не очень там комфортно, да, что вообще вы фиксируете то, что вам не нравится. Но мы не говорим здесь про комфорт в краткосрочной перспективе, мы говорим про гибкость и адаптивность в долгосрочной перспективе, про то, чтобы мы всегда были гибкие, адаптивные, и если что-то идет не так, мы к этому готовы, это самое важное. Вот, поэтому с этими зафиксированными такими вот сигнальчиками нужно работать командой. Вот у вас уже большая команда, да, вот вы смогли собраться на звонок, каждый из вас может что-то сканировать там раз, и раз в полгода вы можете собираться и обсуждать то, что вы насканировали. Вот, есть разные методики там мозговых штурмов, да, самое важное в этом обсуждении – это не критиковать, да, потому что мы как раз-таки не критикуем, мы расширяем свой горизонт, мы расширяем свой сценарий. Вот, есть разные введения таких штук, не знаю, у нас в библиотеке порядка там трехсот шаблонов, фреймворков проведения по таким встречам, чтобы максимально расширить эти горизонты. Вы можете собраться сами и просто поделиться тем, что вы увидели. Это уже друг друга как-то опылит, да, вот что в мире происходит вообще много чего. Вот, и, возможно, вы, ну, то есть невозможно точно вы все вместе увидите одно, два, три, четыре, не знаю, пять новых направлений, которые появились за полгода, и это будет самое ценное, как бы, да, то есть вы сможете обсудить, там, что с этим дальше делать, как на это реагировать, да, то есть уже у всех появятся свои идеи. Вот, и самое важное, почему это надо делать в длительной перспективе, потому что один зафиксированный, выходящий из вашего фрейма сигнал – это ничего и ни о чем, это просто для расширения сознания, да, тенденция – это мейнстрим. Он может быть сначала мейнстрим, там, не знаю, локальный, просто районный какой-то, мейнстрим городской, отраслевой, да, то есть это мейнстрим, который включает в себя появление различных компаний, услуг в разных городах России, там, да, в разных городах мира. Он как-то по-разному отражается в разных людях, да, но суть, вы видите, что суть происходящего одна. И тогда можно говорить уже о том, что это тренд. Выявить это можно, когда мы наблюдаем, там, регулярно, не знаю, там, три месяца, полгода, да, у вас начинает вот эта картина потихонечку складываться, потому что кидаться во все любые, там, классные стартапы, в которые кто-то сегодня вложил денег, например, да, или в какие-то направления вы увидели, что появилась какая-то новая НКО, ее классно спонсируют. Это, ну, не очень, в общем, разумно, потому что там могут быть отличные от тренда вообще мотивы и посылы, да, это просто может быть классная, хайповая такая момент, набирающая очень быструю популярность вещь, которая также быстро угасает. А вы потратите свое время, силы, деньги, да, там, какие-то ресурсы на то, чтобы как-то постоять там рядом, а окажется, что это вообще там не про развитие, а что-то просто 7-минутное. Вот. Самое важное, тут должна быть цель, но я думаю, что с этим у вас точно проблем нет, она должна быть нематериальная, которая помогает как раз-таки вот видеть, нести что-то хорошее. Поэтому это не мне право, не мне про нее вам рассказывать. А про тренд-вотчинг самое важное, что цель не должна быть никак привязана к деньгам, да, то есть ваша цель вообще сканирования, это не про доли рынка, это не про какие-то, не знаю, конкретные способы помощи, да, то есть если мы говорим, что мы там помогаем с образованием, не надо фокусироваться, что это онлайн-образование. В нашем мире может быть так, что это будет образование там доставлять учебники с помощью ослов, вот. Вот, и если мы просто понимаем, что мы помогаем с образованием, да, то, в общем, ослы у нас не вызовут никакого диссонанса. Ну, на ослах так на ослах, как бы, да, то есть будем делать свое дело. Вот, это самое важное, да, то есть чем ваша цель как-то больше фокусируется на пользе, а не на инструментах, тем вам легче воспринимать меняющийся мир. Фокусируемся на инструментах, инструмент изменился, да, у нас шок и стресс. А что делать дальше? Фокусируемся на той пользе, которую мы несем, на той работе, которую мы выполняем, да, все равно какие инструменты. Наш мозг уже не зашорен на сканирование там каких-то только связанных с инструментами сигналов, да, то есть мы просто сканируем то, что помогает нести такую пользу. Она вообще, это могут быть абсолютно разные способы, и мы их всегда у себя учитываем. То есть у нас уже нет фокуса на онлайне, на цифрах, на каких-то конкретных, там, не знаю, цифровых специальностях, например, да, мы просто фокусируемся на пользе, что мы несем, что мы помогаем детям, там, не знаю, в отдаленных городах получать высшее образование. И неважно, какими способами, мы видим все, как, да, там помогают нам получать эти высшие образования. Чем нам помогает такая цель, да, то есть если бы мы были с вами капитанами Титаника и сфокусировались, что нам надо спасти пассажиров Титаника и не дать им замернуть и захлебнуться, да, вот на Титанике сфокусировались на лодках. Всех надо посадить в лодке. Лодки кончились, ну, как бы, ну, мы же цель свою выполнили, да, кого можно было на лодке, посадили, все, да, то есть других способов спасти людей нету. Я не знаю, насколько эти способы действуют, я как бы практически эксперименты по спасению людей из Титаника не проводила, но как минимум это попытка, если мы просто фокусируемся на том, что наша задача, чтобы люди выжили любыми способами. Нам надо вытащить людей из воды, да, и мы пытаемся что сделать? Строить платформы деревянные, там тут нам помогают и шлюпки, и деревянные столы, и какие-то покрышки, чемодан, то есть все, что связано, да, мы стараемся сделать. Мы становимся гибкими, у нас получается многовариантность решения, когда мы фокусируемся вот именно на конечном результате, то есть что мы хотим сделать, чтобы как можно больше людей выжило. И у нас появляются разные способы, нам помогает наш мозг видеть эти способы, потому что он способен на очень большие вещи. В бизнесе всегда проблема с глобальной мотивацией. Обычно все любят фокусироваться на прибылях как раз-таки на каких-то способах, да, особенно если кто-то занимается копированием каких-то успешных компаний таких, ну, тоже большое количество, порядка 70% всего того, что создается, принимают позицию догоняющих лидера, да, то есть они увидели какого-то лидера, сделали классный аналог, вот, и вот за ним как бы поглядывают, да, то есть помогает обычно мне вот такой слайд с компаниями начать работать, это ориентиры на 17 целей ООН. Вот. Все так или иначе, по сути, они, ну, можно сказать, антиполитичные, мне кажется, максимально глобальные, просто помогают сделать что-то такое качественное и полезное, да, то есть, и точно знаю, что многие компании на эти цели опираются, да, то есть при взаимодействии всегда с ними можно найти какой-то один общий язык. Про регулярность сканирования я вам сказала, да, потому что отдельно выявленный кейс, например, вот этот, да, там, что одна компания, это кейс, причем, из инновационной базы, то есть есть инновационные базы, у меня должны быть ссылки дальше на них, если нет, то, пожалуйста, Вик, напомни, мне я скину ссылки, где можно погуглить, что происходит, вот, инновационные базы, которые публикуют просто там, не знаю, один стартап в день, например, три стартапа в день, так или иначе, они сейчас, конечно, все многие связаны с повесткой экологичной, социальной, с экологичной, сейчас уже как-то меньше, теперь с социальной повесткой связаны, вот, в целом можно там посканировать, почитать их там пару недель, и ничего нового особо не узнаешь, то есть лучше поэтому использовать различные базы этой социальной сети, источники, каналы, то есть да, все-все-все, особенно нам актуально больше для России, российских инновационных баз нету, соответственно, инновационных там, российских стартапов там тоже сейчас нету, я люблю читать высшие школы экономики, у них есть классные обзоры, читать российские, не знаю, там, хакатоны, читать российские исследования людей, вообще проблем, которые с ними происходят, и люблю читать Массачусетский технологический университет, там происходит много технологий, отличных от ESG повестки. В чем смысл? Набор для детей сделай сам, ну, казалось бы, ну, набор для детей сделай сам, да, в чем проблема? Если покопаться в истории, откуда появляются сейчас вот такие наборы, и что вообще происходит, да, то этот набор направлен на отработку навыков, постановки проблемы, там самое важное, что там нет, там есть как бы вот пазл, да, который предназначен для сделки, есть ткань, но там нет инструкции, как это все дело сшить, то есть там нету делай раз, делай два, делай три. И ребята провели огромное исследование, которое выложили даже в открытый доступ о том, что дети, которые сейчас там меньше стали мыть посуду, да, то есть там родители особенно, чем более заботливые там родители, тем ребенку меньше ставится каких-то бытовых проблем. И у людей, у детей, которые вот живут в таком, не знаю, условно рафинированном мире, да, то есть за которого решили в школе по тестам, как сделать, за которого решили уже там жизненную траекторию, возникают большие проблемы с постановкой просто нормальных целей и задач в жизни. Вот. И они исследовали таких детей на протяжении там 5-6 лет и поняли, что вырастая во взрослую жизнь, человек даже по работе не может сделать, поставить себе сам задачу, например, и сам ее решить. Отсюда и проблемы с коммуникацией, и проблемы с креативной составляющей, и проблемы с целью полагания, ну, и, в общем, все отсюда выше вытекающее, что у нас решают там в современной жизни все наши тайм-менеджменты, коучинги, практики по выгоранию и все остальное. Вот. Но просто прочитав вот этот стартап, да, то есть невозможно во все это зайти. Просто меня тема детской креативности, например, интересует, да, и я, то есть, знаю, ну, то есть я примерно сразу поняла, к чему этот стартап, потому что у них было выделено просто жирненьким, инструкция не прилагается. То есть это было самое важное, да, что ребенок должен сам решить, как ему вообще это дело шить. Вот эти нитки, вот эти пазл, а дальше делать, что хочешь. Но результат должен быть такой. То есть там результат, они еще как бы, ну, детей пожалели, готовый результат там, в общем, примерно приложили. Четыре или пять вариантов, по-моему, по-разному там шито. Про независимость и мультикомандность я вам тоже уже сказала, да, что расширяем кругозор, смотрим отрасли страны, которые нас вроде как бы вообще не волнуют, которые находятся где-то там и происходят вообще это не с нами, да. Нету сейчас в мире чего-то где-то там, что происходит не с нами. Нету, на самом деле, не было и никогда не будет. Все где-то там, оно происходит с нами. Вот, даже в Кении, даже еще где-то оно происходит с нами. Вот, потому что перевороты в Кении и кризис там по голоду, да, это все равно мы живем все на одном шарике. Мимо нас оно не пройдет и не проходит никогда, на самом деле. Вот. Мультикомандность и независимость, да, чем больше людей мы привлекаем в процесс, хотя бы просто поговорить с ними о том, что мы насканировали из вот этого разрозненного хаоса каких-то там вещей, сделать какую-то единую картинку, да, то есть еще больше помощи нам увидеть шире, поэтому чем больше людей, тем лучше. Я люблю источник TrendOne. Это не американский источник, я не помню, они то ли канадские ребята, то ли немецкие. Забыла, который из них. Вот это колесо, то есть они публикуют там всякие разные колесики трендов, там можно полазить, почитать на английском языке, ну, либо через Google переводчик, в принципе, достаточно такая, ну, понятно, что написано. Посмотрите, сколько они, это колесо, причем для малого и среднего бизнеса, для маленьких компаний, они публикуют, сколько сюда напихали они трендов, которые, по их мнению, обязаны учитывать любой человек, который вообще чем-то занимается. Вот, это там прямо у них написан такой гигиенический набор, да, то есть вот это то, что вы должны точно учитывать, и цифровые валюты, и защиту персональную, и безопасность, и ментальное здоровье, и переработку, и agile организации, да, то есть когда мы говорим про управление такими проектами, гибкое управление сейчас, это гибкое управление компаниями, да, что для чего? Чтобы мы были максимально гибкими, то есть мы не можем управлять компанией и строить долгосрочные планы, и смысл здесь появляется в чем? У нас есть долгосрочная гибкая цель, которая не привязана к способам реализации, да, то есть она у нас есть, и на самом деле остается с любыми кризисами, но у нас есть краткосрочное управление компаний, То есть мы планируем такими, знаете, недельками, но планируем в периметре чего-то глобального. И это то, что вот, наверное, я вижу, не знаю, таким новым трендом. То есть мы сохраняем достижение глобальной цели, но не планируем глобальные проекты годовые, например. То есть мы действуем такими спринтами, как айтишники. Вот они раз в неделю выкладывают какую-то новую фичу. На самом деле это очень классный подход, который подходит к управлению любой компанией. Коммерческой, некоммерческой, даже к управлению своей жизнью. То есть когда мы понимаем, что у нас есть какая-то глобальная цель, например, мы хотим нести добро, у нас есть дети, мы переживаем за их безопасность. Даже любое принимаемое решение краткосрочное, не знаю, уехать, переехать, остаться, оно все равно, когда привязано, то есть оно краткосрочное, мы на неделю принимаем решение. Мы едем к бабушке, потому что бабушка с пирожками, и это восстанавливает нашу психику, например. И, соответственно, но это укладывается в нашу цель такую верхнюю. Когда мы теряем верхний ориентир, то это становится хаотичным планированием от дня ко дню. Когда у нас есть верхний ориентир, с которым мы все время ссоряемся, это становится планирование по agile. Ну, то есть вот такая какая-то, не знаю, успокоение того, что у нас горизонт наш никто не забрал, и возможность долгосрочно планировать тоже никто не забрал. Просто нам надо поменять методику, да, то есть мы не можем строить там планы, что там за год будет вот так. Чем меньше мы привязываемся к цифрам, и чем больше мы оставляем какую-то гибкую такую мотивацию, тем становится лучше. Ну и, собственно, все это про адаптивность. Никто нам не мешает сканировать зарубежные практики, зарубежные тренды. Если это мировые тренды, то в основном, в принципе, только пока зарубежные компании занимаются сканированием мировых тенденций, у нас никто особо не любит этим заниматься. Ну, в общем, в принципе, да, маркетинг, изучение людей – это не самое наше из сильных сторон. Вот, но что важно? Важно при сканировании каких-то зарубежных источников всегда адаптировать на наши текущие реалии. У нас всегда есть эти тренды, просто надо понять, как они у нас раскрываются, да, то есть мы поняли суть, и дальше смотрим, как эта суть перекладывается у нас. В целом люди все во всем мире одинаковые, с одинаковыми болями, всем остальным. И что самое важное? Сканировать надо сверху вниз и снизу вверх, да, то есть сейчас я вам чуть-чуть попробую рассказать про мега-тенденции. Вот, а вот эти вот маленькие сигнальчики, да, там 15-ти минутки тренд-вотчинговые – это сканирование снизу вверх, да, то есть вы по крупичкам собираете, чтобы увидеть, что начинает происходить нового. Это можно распечатать и просто куда-нибудь себе повесить, чтобы оно было у вас в таком. Вот, самое важное, напоминаю, да, что тренд – это долгосрочное устойчивое развитие в мире, в отрасли, в политике, в других сферах. Это наши, не знаю, ориентиры, это наши какие-то крупицы, за что мы можем захватиться и держаться. Потому что, как показывает практика наблюдения, тренды не меняются с появлением неожиданных событий, будь то политические, экономические, не знаю, там, экологические, да, даже с прилетом инопланетян, нам все равно будет важно какое-то доверие, да, там, все равно мы будем стареть. Ну, то есть это то, что вот изменить крайне сложно. И это наши ориентиры, да, то есть мы, когда знаем вот эти тренды, когда мы знаем эти тенденции, наблюдаем за ними, нам легче просто быть гибкими и что-то менять. Вот, это такая схемка, да, то есть вот есть маленькие внутри сигнальчики, которые просто отдельные, а есть мега-тренды. Они с нами там от 10 лет и больше влияют по всему миру. То есть вы представляете, какие-то махины, мейнстримы, которые сдвинуть, ну, крайне сложно. То есть и хотя бы вот они помогают нам составлять такую максимальную картину. В любом случае каждый тренд состоит из таких трех частей. Первое – это основные потребности, да, то есть что мы вообще, люди хотят, не знаю, назовите их, основные ценности, основные желания. Они практически не меняются, потому что мы очень консервативные существа. То есть максимально консервативные, на них можно смело опираться, меняются способы их использования. Это сигнальчики, которые мы сканируем. И есть вот эти драйверы изменений, это, как правило, технологии, да, сейчас, потому что технологии уже коснулись всего и всех и везде. И вот эти мегатенденции, да, то есть какие-то такие махины, которые драйвят того, что люди меняются. Вот вам небольшой свод различных мегатрендов, которые вообще есть по миру. Как с этим работать? Вы можете просто вбивать в поисковике, не знаю, название «Тренд-1», у вас будет выскакивать там «Тренд-1», «Мегатренд», и вам в Яндекс будет выдавать сразу ссылки. Что-то здесь из этого можно там по словам, да, там догадаться. Я очень люблю именно европейские системы сканирования мегатрендов. Они больше подходят под нашу философию. Немецкие, не знаю, у меня откликаются почти на 100%. Чем мне нравятся американские? Вот «Трендхантер», есть еще «Трендвотчинг.ком», самый раскрученный. Они все построены на продаже. То есть любое, даже самое глобальное, не знаю, там, понятие вообще безопасности и потребности новой безопасности в человеческой, да, тренд, который отвечает вот безопасности, американцы умудряются какую-то такую, не знаю, поверхностную штуку, да, прикрутить туда какие-нибудь там стартапы. Ну, в общем, их знать точно надо. Как самое глобальное доходчиво запаковать, это точно американские системы трендвотчинга. Прям вот хотите вы что-то объяснить доступным языком, да, в вашем, ну, как бы вашей аудитории? Напитаться глубоким можно в Европе, а объяснить доступным языком можно смело идти вот на «Трендхантер», на «Трендвотчинг.ком» и найдете точно, как это можно вообще запаковать, какой-нибудь, не знаю, там, ярлычок на этикетку добавить, да, какую-то новую там записюльку написать там где-то при входе. И уже вообще может абсолютно все измениться. Ну, то есть вот такие способы в Америке, конечно, они красавчики в этом плане. Так, что дальше? То, что касается, да, то есть вот мы с вами посмотрели драйвер изменений, я не буду отдельно в технологиях останавливаться, это прям просто отдельная штука. Вот основные потребности. «Трендвотчинг.ком» как раз-таки вот этот, у них есть вот такой список основных потребностей, да, которые они раскрывают. У них тоже можно на сайте покопаться, в принципе, там должно быть, я на русский язык перевела. Что из этого, не знаю, для меня важно? Я точно вижу такой мейнстрим, что есть какие-то потребности, которые сейчас прокачиваются достаточно сильно, да, потребность безопасности, то есть нас обезопасивают всего из себя, это не только безопасность физического нашего какого-то пространства, это и безопасность, что касается постоянного контроля здоровья, постоянного контроля локации, нахождения детей, родственников, тревожные кнопки, вот это все. Лично, что еще? Еще есть, например, самовыражение, еще так называемая самооценка, они это называют, да, это что-то такое измеримое, да, то есть самооценку можно повышать чем? Можно постоянно учиться, да, то есть ты оцениваешь себя сегодня там на специалиста, хочешь оценивать себя на руководителя, пошел и поучился. Это тоже классный способ продавать, потому что самооценка, она чем выше, тем, в общем, как бы лучше. Самосовершенствование, самоуважение почему-то здесь нету, потому что самоуважение, его как-то, ну, невозможно, наверное, оценивать, ну, как бы прокачивать постоянно, ты себя либо уважаешь, либо не уважаешь, да, это не очень, как бы, выгодная такая вещь, поэтому про самоуважение мы читаем меньше, а вот про повышение самооценки можно почитать в достаточно большом количестве и спортивных каких-то организаций, и образовательных организаций, да, везде повысь свою самооценку, да, там, накачай себе попу, не знаю, что такого плана. Безопасность я здесь все время вижу, вот, например, антипод такой, это поддержка, да, то есть нам все обещают безопасность, но мало кто обещает поддержку. Почему? Потому что, ну, поддержка тоже как-то, ну, как-то там, да, как-то ее оценить. Безопасность, вот тебе куча гаджетов, а поддержка, да, то есть на поддержке развивается в основном сейчас рынок психической помощи, психологической, которая вот в России достаточно сильно сейчас растет, ну, опять-таки, то есть пока растет, он больше фокусируясь на безопасности, не на поддержке, а вот поддержка, мне кажется, это та ценность, та потребность, на которой нужно больше как-то вот фокусироваться. У нас есть, например, еще простота, вот, и контроль. Контроль – это когда мы все контролируем, да, сколько кто где занимается, кто как ходит, не знаю, контролируем, помогаем контролировать сотрудников, что они сидят там у компьютера, нужное количество часов, еще что-то. Есть простота, да, когда мы просто делаем так, что контролировать не надо, вот. И мне лично ближе всегда фокусирование на простоте, да, то есть иногда, не знаю, залезаешь в приложение нашего банка или какого-нибудь там другой штуки и смотришь и думаешь, господи, ну для кого вы здесь столько всего понаделывали? Ну вот моя мама залезает там, она боится вообще заходить в приложение банка, потому что ей страшно. То есть ее учи, не учи, она другой человек, она жуткий консерватор и как бы она живет в своем мире. Иногда есть люди, мир которых ломать не надо, и не надо им вот это вот все. Поэтому надо сделать просто, и всегда важно помнить, кто ваши люди, да. То есть сейчас расслоение и понимание простоты у всех сильно разное. И иногда делая какие-то классные вещи, да, мы рассказываем это сложным языком. Для каждого второго, например, нашего там гостя, да, пользователя там. И нужно, да, к сожалению или к счастью сейчас нам нужно рассказать это, знаете, на трех языках. Ты приезжаешь в гостиницу, это там английский, китайский, русский, еще какой-то. И сейчас, учитывая вот такое большое расслоение общества, по способности воспринимать окружающий мир, по способности адаптации, да, нам нужно рассказать иногда на трех языках. Кому-то надо там для доверия, для повышения, да, там доверия расписать все в пяти там абзацах со всеми инструкциями. А кому-то надо просто двумя словами что-то сказать, и это нормально. Поэтому свою коммуникацию с пользователями всегда важно помнить про простоту, и важно помнить, собственно, кто вообще ваш человек. Про этап сканирования. Здесь все достаточно подробно расписано. Сейчас оставлю, чтобы 10 минут осталось у нас с вами на тренды, которые сейчас есть, такие вот более глобальные. Что здесь, да, сначала проводим, это такой Double Diamond дизайн-процесс. Короче, это шаблон из дизайн-мышления, да, то есть когда вот мы что-то сначала порозень, потом вместе что-то порозень, потом вместе. В чем смысл? Мы сначала проводим исследование, как раз-таки вот эти 15 минутки тренд-вотчера. Потом собираем все это в какую-то единую картинку, да, там на ваших каких-то созвонок, да, там куда-то все это в одну базу накидываем, выделяем что-то важное. После этого, соответственно, уже можно какие-то идеи разрабатывать на основании сведенной вот этой картины. Вот. И идеи, соответственно, все время у нас переходят в какие-то прототипы. Инструкция здесь тоже прилагается. Так, это про то, чем я занимаюсь. В принципе, уже рассказала, что мы делаем отчет по трендам. Сейчас я вам покажу, что из сегодня классного. Я веду интенсив по тренд-вотчерку. Самый наш, что-то основной фокус – это вот креативные сессии, которые мы проводим для компаний, для отдельных людей, ну, в общем, кто с какими запросами приходит. Что касается по трендам. Что есть? Так, про это я вам рассказала. Простота. Вот мы разбирали как раз, что это сейчас становится максимально эффективным. Да, то есть… Но простота всегда фокусируется. Это не просто мы должны опуститься на какой-то язык, там, прошлого века, например. Мы можем использовать современные технические, технологические инструменты для того, чтобы, ну, что-то сделать просто. Например, вот реклама на суперкубке, они просто сделали QR-код. Они убрали вот эти все классные навороченные рекламы с 3D-эффектами, еще совсем-то, да, 20 миллионов человек сразу просто отсканировали этот QR-код. Им было просто и быстро. Да, там, не знаю, наш точка банк переходит на эти QR-коды. Мне кажется, QR-код – это вообще офигенная вещь, которую можно отвезти и всюду. Не знаю, ты заходишь в ресторан, у тебя вместо меню QR-код. Сосканировал QR-код, посмотрел меню. Во-первых, это дешевле, потому что ты один раз сверстал эту страницу с менюшкой, с инструкцией, там, с чем угодно, исправить тебе там 2 секунды, например. Ну, давайте просто не забывать, что если у вас там аудитория 50+, ну, сделайте там шрифт, в конце концов, побольше, да, там. И вот вам там 5 вариантов меню, там, тебе свыше 50, отсканируй вот этот QR-код. Тебе до 50, отсканируй этот QR-код. Ну, например, да, у тебя плохое зрение, сделай это. У тебя вот это бумаги, как минимум, потратите меньше, да, времени потратите меньше, потому что что-то оперативное заменить в цифровом ресурсе в разы проще, чем вот это все пройти заново, вот эти штуки. Не забываем, да, что всегда у нас есть кому нужна цифра, кому не нужна цифра, да, то есть есть какие-то просто вот сделайте одно действие, там, сделать вот это. Мы делаем вот это. Чтобы это получить, вам нужно там сделать это в один шаг. Все, больше мы ничего не делаем. Ниша компании, которые сейчас делают классно, но что-то узкое, она огромная. Сейчас вот это все обо всем, да, вот когда ты залезаешь на маркетплейсе, не знаю, я на Вайлберсе уже все, я потерялась, то есть я уже подписалась на какую-то девочку, которая делает подборки для детей. Вот она там выкладывает, значит, вот в этом месяце вот там к детскому саду вам надо купить, если у вас вот такой бюджет, там три кофты, все, отлично, я залезаю, нахожу эти три кофты там, на этом Вайлберсе покупаю, и больше там ничего не ищу, потому что вот это закажи, потом тебе что-то не то пришло, не тот материал. У меня нет столько времени вот этим всем заниматься. Любую услугу, которую вы делаете для своих клиентов, всегда помните, да, что все равно какая-то есть критическая точка, после которой человек отказывается принимать. Все, ему сложно, не надо его как бы вот мучить. Кризис доверия никому сейчас никто не доверяет. Вот эти фейковые новости, происходящие события, этот кризис настолько сделали, он был всегда, ну, то есть вот этот мейнстрим, который начался, в принципе, с появлением социальных сетей. Этот тренд долго разворачивался, он долго как бы набирал силы, сейчас он вошел в максимум. И сейчас у нас появляются, да, там какие-то компании, которые говорят, что они там что-то привезли из Франции, на самом деле делаются где-то на заводе, в подвале, в Подмосковье. Да скажите вы людям, что мы шьем одежду в подвале в Подмосковье, и работают у нас, не знаю, приезжие, и мы им платим вот столько-то денег, а еще медицинскую страховку мы им сделали. Это будет в разы лучше. И даже люди, у которых есть деньги, которые хотели Францию, пойдут к подвалу из Подмосковья, потому что сейчас хочется сделать что-то хорошее. Потому что сейчас у нас не у всех есть возможность делать что-то хорошее, каждый вынужден принимать решения, иногда там защищая свою семью, или там, да, какие-то разные вещи. И у всех у нас есть кризис доверия, но есть потребность делать что-то хорошее. Вот, поэтому можно делать вот так. Соответственно, компании, потребители ищут компании, которые дают вот эту информацию о своих продуктах, да, и чем она более честная, то есть то, что нам раньше казалось, да, что надо спрятать и как-то все это красиво запаковать, не надо прятать и не надо запаковывать. Чем лучше и проще мы объясняем, да, тем лучше, потому что сейчас нам всем хочется, что скажите нам, в общем, что происходит, и мы взрослые люди, мы можем принять решение, но просто нам надо знать, да, как бы, что есть. Соответственно, индекс потребительского самого доверия упал так, как, в общем, падал в 2015 году, и если покопать раньше, то это такие скачки производят крайне редко. То есть сейчас доверие настолько низко сузилось, чем больше мы будем говорить, но, опять-таки, просто, да, не забывая про первый пункт, про то, что надо просто, просто сказать, что вот мы делаем это, вот, вот так. У нас есть недостатки, да, и мы их не скрываем. Даже когда готовишь какую-то речь на выступление, например, я когда проходила курс по публичным выступлениям, знаете, что первое говорят? Когда ты выходишь на конференцию и нашел какой-то косяк в своем докладе, и тебе уже невозможно его исправить, выйди и расскажи о нем сразу. Что, знаете, ребят, я вот, значит, три недели готовилась к конференции, собирала вот такую аналитику и обсчиталась на один порядок, и оказалось, что там вообще все по-другому. Да, я лох, да, там, а сейчас я вам расскажу, как делать не надо тогда. Все, публика и аудитория гарантирована вся ваша. То есть это самый классный лайфхак. Поэтому если есть что-то, что вы хотели там скрыть, расскажите просто об этом сразу, и идите дальше вообще с чистой душой, и, уверяю вас, это даже никто потом не заметит. Персонализация 2.0. Все мы знаем про подборки и про вот эти все наши рекомендации, да, человек приходит, и мы ему все там рассказываем, гарантируем, значит, что вот сейчас мы тебе все лично подберем. Сейчас персонализация 2.0 – это человек к человеку. Рынок peer-to-peer, рынок от человека к человеку, неважно, что это, услуги, консультации, там вообще все, что угодно, очень сильно растет. Ну, то есть прям мы, потому что у нас нет доверия, и потому что нам хочется просто. И мы поэтому доверяем просто живым людям. Поэтому, не знаю, вот есть здесь классненький примерчик. Ну, очень много сейчас, ввиду того, что там в Инстаграме, да, потерялась компания, вот все начинают в личку писать. Мне, например, в каких группах я не состою, в каждой группе, какая бы она там закрытая, приватная ни была, там какой-нибудь бизнес-клуб, все равно приходит сообщение, там, здравствуйте, меня зовут такая, я в такой-то компании, да, там. И вот девушка мне пишет, напомню, что мы помогаем в развитии бизнеса. А что ты мне напоминаешь? Я вообще тебя не знаю. Ты написала мне личное сообщение, имела вообще такую наглость что-то мне предложить, прочитала мой запрос в закрытой частной группе, и даже за это, по сути, не извинилась. За то, что ты используешь мою конфиденциальную информацию и разрешение на использование этой информации я тебе не давала. Поэтому очень важно, можно стучаться и идти к людям в личку, да, там, напрямую общаться с людьми, потому что сейчас каждый как бы, ну, там, по-разному что-то делает. Но не забываем о том, что он человек на нас об этом, по сути, не просил. Он просил где-то, но не нас, может быть, да, он вступил в какую-то группу, но не для того, чтобы ему писали. Поэтому не забывайте отнестись, если уж персонально пишете, отнеситесь к каждому персонально. Без скриптов, без заготовленных текстов, да, там, без вот этих вот смайликов 23 сентября, что вы тут написали запрос, да, просто отнеситесь персонально и с пониманием. То есть даже если, я понимаю, что могут быть скрипты, ну, тогда они должны быть написаны так, чтобы ни одна собака не докопалась, что этот скрипт отправлен кому-то еще. То есть потратьте огромное количество времени и сил на то, чтобы их сделать прям лично каждому человеку, да, там, не знаю, отправьте открытку по почте поздравительную с Новым годом, вот. Работает на ура. Не знаю, огромное количество сейчас компаний вернулось в СМС-рассылку. Есть разные там причины. Почему? Во-первых, мне вот сейчас реально приятно. Я вижу, что ребята деньги потратили, как минимум, да, потому что СМС-ки платные, а чатики, телеграммы и все остальное бесплатно. Во-вторых, все забыли про СМС, и единственное, что я сейчас читаю, если уж и приходит рассылка по СМС-ке, я ее читаю, потому что, ну, так мало туда приходит чего-то, что, наверное, если пришло, оно стоит моего внимания. Вот эти качели, да, то есть когда все бегут в одну сторону, идите в другую сторону, да, то есть не надо бежать туда, куда все посмотрите, о чем, собственно, забыли. А забывают о многих эффективных, действенных методах, да, то же самое, там, имейл тот же, да, там, пресловутый. Ну, просто не пишите вот это там, вы забыли у нас там акции, напишите что-то человеческое, человек прочитает. Вот, ностальгия, да, то есть тренд на 90-е, он такой бомбит везде. Причина почему? Да потому что нам хочется туда, где нам было спокойно, нам хочется в наше детство. И это основная причина, почему мы вспоминаем 90-е. Не потому что это было какое-то офигенное время, да, там, и там была какая-то красивая одежда, беретики, лосинки, вот эти леггинсы, вот это вот все. Нет, это просто потребность так называемых миллениалов нашего поколения вернуться туда, где нам было хорошо, потому что в детстве все было хорошо, чтобы какой бы тренд детства вокруг не происходил. И это основная вещь, которую нужно запомнить про этот тренд. Напомните людям, детям просто о том, где им было хорошо, да, то есть классная компания, они вот косметику делают, и у них все построены там всякие логотипчики вот на детках, на том, на детстве, причем черно-белое, да, то есть такая стилистика, которая вот у вашей аудитории, у ваших людей вызовет вот эти вот светлые воспоминания. Смысл здесь не в леггинсах, не в лосинках, не в беретиках, смысл здесь просто в том, напомнить о чем-то вот, да, для нас таком приятном. Для кого-то это там, не знаю, пирожки у бабушки, для кого-то там морковка, посаженная на грядке в детстве, еще что-то, да, то есть и вот я сейчас вспоминаю, например, как меня на даче заставляли полоть эту морковку днями, и тогда мне казалось это самым ненавистным. Я сейчас думаю, блин, как прекрасно это было, а пополу морковку, все у тебя запланировано, все понятно, вечером на костер, с утра морковка, все классно. Напомните людям о чем-то таком, да, вот приятном, то есть не надо фокусироваться, что это именно 90-е, фокусируемся просто на том, что это что-то теплое, хорошее, и с того времени, где нам было хорошо. Вот, ну и, соответственно, важно расширять границы, да, то есть найдя какой-то тренд, всегда помните, у него всегда есть контур-тренд, это не безвыходная ситуация, что нам надо делать так, как делают все. Значит, кто-то начал делать иначе, 100%, по-другому никак. Вот, да, то есть, вот очень классный этот пример с аптекой ВИТО, не знаю, видели, не видели, да, что они 21 сентября прислали кэшбэк на успокоительные препараты. Ну, прикольно же, явно это не машина написала, это явно ребята сели 21 сентября, да, вот где-то в своей команде. Человечески подумали, а что может быть? Во-первых, это улыбнуло, то есть я не видела, я потом как бы, кому вот эта реклама пришла, там кого спрашивала, негативные реакции. Это просто всех улыбнуло, как бы, да, и, ну, как бы, и самим подходом, и с продажами реально тема сработала. Ну, то есть, юмор, теплые эмоции никто еще не отменял, да, то есть, как бы, вот что-то такое положительное и классное. Персональные подборки с использованием, там, наших бигдат, искусственного интеллекта, наверное, уже ни у кого сейчас не вызовут какого-то отклика. Чем больше мы, там, какого-то человеческого подхода, помня об особенностях каждого, там, какого-то человека, да, там, разделив их, ну, хотя бы, там, на четыре категории и понять, что каждому из четырех нужно что-то свое. Тем лучше мы как-то реагируем на все это дело. Ну, собственно, у меня все. есть ли у вас какие-то вопросы? Есть шок. Могу скинуть, не знаю, ссылку на канал, если кто-нибудь видел, если надо. Вот. Вопрос. Да, коллеги или все задумались о происходящем. Давайте, если есть вопросы, минутка у нас есть, потому что Максим у нас уже тоже подключился и готов ворваться. Ну, от себя, Оль, скажу, что я вообще еще в начале вашего выступления записала себе фразу «фокусируемся на пользе, а не на инструментах». И мне кажется, весь час остальное я просто провела, гоняя ее в голове с разных сторон. Но, мне кажется, я точно буду пересматривать много раз. Много, во что вы попали и много, какие темы, конечно, вы задели в хорошем смысле слова. Спасибо большое. Это была моя, наверное, основная цель моего спича. Да, вот коллеги пишут круто, очень полезная информация, очень крутой интенсив. Спасибо, Ольга. Что, я думаю, Настя микрофон включила. Да, Ольга, спасибо большое. Теперь можно на психологические тренинги не ходить. Прям такой релакс в этом мире безумие. Оля снизила там уровень тревожности, да, все? Да. Типа все нормально. Оль, спасибо большое. Уверена, что это наша с вами первая встреча знакомства. прям такая стартовая, потому что точно, да, Лен, все будет обязательно, и презентация, Оля, я думаю, с нами поделится. Да, да, с Кеном вам сразу. И запись. Фу, все. Все, рада была. Вдыхаем заново. Спасибо вам большое. Мы вас отпускаем и даем, да, микрофон Максиму. Уверена, что мы сейчас все это переварим и вернемся, потому что есть какое-то такое прям ощущение, что еще думать и думать обо всем, что вы рассказали. Все, всем тогда счастливо, нужно будет пократить, пишите, поглубже изучить тренды, в общем, тоже пишите. Всегда, всегда рада всем помочь. Спасибо вам, Оля. Давайте, хорошего дня, на связи. У нас в эфире уже Максим. Мы без пауз, без перерывов отдаем микрофон вам. Оля, так нас разогрела наш мозг в хорошем смысле слова, что мы тут немножко все в шоке сидим. Все, отдаю слово вам. Вы, я думаю, представитесь, расскажете о себе все, что считаете нужным сегодня. И поехали. Да, спасибо. Рад сегодня с вами пообсуждать такую важную тему, как создание востребованных продуктов. И я немножко успел послушать основные мысли. Я полностью согласен с Ольгой в том плане, что вообще, в принципе, настраиваться на клиента давать ценность и делать фактически бизнес с человеческим лицом. Да, это, наверное, самое основное, что мы сейчас вообще можем сделать. И на что стоит как бы тратить наш фокус, наше внимание и все наши усилия, потому что делать продукты просто потому, что нам так захотелось, и мы думаем, что это будет очень крутая идея. зачастую не очень хорошие последствия имеет. Поэтому тематика моего, скажем так, моего материала, она очень плавно перетекает из предыдущего, поэтому, я думаю, это будет логичным продолжением. И я поделюсь сегодня несколькими инструментами. То есть, у меня такой более прикладной, прикладной, скажем так, материал, поэтому обязательно себе делайте пометочки, делайте какие-то зарубочки. Если будут вопросы, обязательно тоже их оставляйте, я с удовольствием на них отвечу и поделюсь либо в ходе вебинара, либо после. Можно немножечко вначале только спрошу вообще сейчас кто над какими продуктами, кто сейчас что разрабатывает, чем управляет, что запускает, какие-то вообще в принципе продукты, решения, проекты, может быть, напишите в чат, будет интересно посмотреть, какой сейчас у нас, как говорится, в целом вообще срез по тому, чем мы сами все тут вместе занимаемся. Можно буквально там коротко название проекта и было бы очень здорово. мне прям самой интересно. Я начала печатать, а потом думаю, не буду. Так, уже появились первые ответы. Социальный проект гостиницы для животных. Слушайте, так интересно. Вот у меня сейчас есть коллеги, скажем так, кого я поддерживаю у них. Тоже такой социально-коммерческий проект, тоже для животных, но больше по части для собак и для кошек. Это по выголу собак для помощи в этой части и по передержке. То есть, когда там хозяева улетают за границу отдыхать или там еще уезжают, и нужно с собачкой, с кошечкой посидеть или взять ее на приют. Так, инклюзивная мастерская. Ой, кстати, очень так звучит интересно, не очень, правда, понятно, что это означает. Так, настольные игры краеведческой тематики. Продукт одного из проектов. О, здорово, здорово. Сообщество женщин, воспитывающих детей-инвалидов. Серьезно. Прямо такой у нас срез таких, правда, действительно очень важных социальных проектов. Это очень, это очень ободряет. Спасибо, что поделились. А вот еще есть один ответ. Пробуем сделать инструмент для жителей в селе, когда они сами исследуют местное сообщество и пробуют результаты исследований упаковывать в понятное простое дело и проект. Ух ты. То есть, да, получается инструмент, который позволяет лучше выявить, наверное, потребности, более, чтобы потом дело все упаковать, как вы написали, делая проект. Очень здорово. Я думаю, что вот исходя из всего того, что сейчас прочитал, материал действительно подобран максимально полезным для вас образом. Материала, на самом деле, очень много, поэтому я старался его сократить. Он уже был обкатан неоднократное количество раз, правда, он был обкатан на где-то двух-трех часовые лекции, вот, я его подсократил. Какие-то вещи мы пробежимся, я как бы о них просто расскажу, ну, как говорится, для пометочки. Обязательно презентацию я Виктории передам, и вы сможете потом отдельно погрузиться, посмотреть, чего вдруг еще не успели для себя отметить. Давайте, в общем, пойдем. У нас времени довольно-таки ограничено, я постараюсь успеть, у нас других вариантов нет. Буквально коротко о себе, долго я не буду задерживать ваше время, основная мысль, которую я хочу, наверное, подсветить для вас, в частности, своего опыта, то, что я 11 лет уже занимаюсь продуктами, и последние 5 лет я поддерживаю сторонние проекты в Сколково, ну, и в качестве личной практики. Поддерживаю, в частности, как упаковки продуктов, получения инвестиций, запусков на различные рынки, есть большая такая, скажем так, собственно, аккумулированная практика, как работы в корпорациях, так и поддержки компаний, да, по всему тому инструментарию, который отработан, отпрактикован и дает очень классные результаты. Вот, и там ниже можно посмотреть те цифры, то есть, сколько конкретно компаний завел Сколково, сколько продуктов и предпринимателей получил различного рода поддержку, начиная от часовых консультаций, где мы обсуждали какие-то локальные вещи по продуктам, заканчивая стратегическим сопровождением. Этим всем я занимаюсь с большим удовольствием и с удовольствием также сегодня поделюсь с вами одними из самых классных инструментов, которые помогают настроить продукты на, реально, повернуть их лицом к клиенту, к конечному потребителю, чтобы он ими прям воспользовался и был счастлив. Ведь наша самая задача это делать те продукты, которые несут максимальную ценность. И, конечно же, прикручивать к ним определенные наши финансовые или не финансовые метрики, ради чего мы это в принципе делаем. Таким образом поддерживать бизнес либо социального характера, либо коммерческого характера, у кого какие цели. Окей. Я хотел начать с классического такого подхода, который сейчас имеет очень широкое распространение, это так называемый продуктовый подход. Кто сталкивался с ним, слышал про него или даже его использует, напишите плюсик в чат, будет интересно посмотреть, какой у нас общий уровень погружения в такой продуктовый подход. Посмотрим, насколько нужно глубоко в него погружаться. Или мы быстренько по нему пробежимся, вспомним основные моменты и пойдем дальше. В общем, смотрите, сейчас пока может кто-то пишет, я основные моменты подсвечу. Продуктовый подход, который сейчас повсеместно используется крупными корпорациями и даже стартапами, заключается в том, что наша задача это обнаружить такой продукт или такой сервис, который реально предоставляет ценность для конечного пользователя и для клиента. В принципе, то, что я сказал буквально пару минут назад. То есть, если это ценно, это несет какую-то пользу, это ощутимо понятно, то, в принципе, мы своим продуктом можем это дело все реализовать. И в идеале, если мы добавим какие-то выгоды в виде окупаемости, прибыли или других нефинансовых эффектов, если нам в этом случае деньги не важны, тогда у нас собирается продуктовый подход и мы реально делаем то, что описывает наш бизнес. Как обычно происходит без продуктового подхода? Ну, появилась какая-то идея заказчика. Да, вот я хочу реализовать такой-то сервис. Логично, дальше мы описываем техническое задание. Мы техническое задание отдаем на разработку, долго-долго его собираем, разрабатываем, что-то там описываем, тестируем, выкатываем на рынок и в итоге часто бывает такая история, что уже прошло много времени, ситуация ушла из-под ног и мы в итоге даже получаем какой-то негативный фидбэк. То есть мы понимаем, что что-то пошло не так, что-то мы упустили, а времени потрачено уже очень много. И в итоге что получается? Пользователи не пользуются, не приносят каких-то ожидаемых эффектов финансовых результатов. Ну и, конечно же, что случается с командой в этот момент? Она в состоянии неопределенности, они не понимают вообще, а что делать дальше с этим продуктом? А как с ним дальше разбираться? Что разрабатывать вообще? Для кого мы это все дело делаем? Проект закрывается, не закрывается? То есть здесь по всем фронтам очень высокие риски, что вы просто можете не угадать и не попасть в ожидание рынка. Напомню, да, то, что продуктовый подход заключается в том, чтобы мы обнаружили ценность и собрали продукт таким образом, чтобы эта ценность реально была ощутима для клиента. и что тогда у нас получается, если взять это дело, все пересобрать? Мы сперва делаем исследования. Вот, кстати, мне очень понравилось то, что Анна как раз-таки подсветила, что они делают инструмент для того, чтобы помогать упаковывать классные проекты, которые помогают проводить исследования. и это очень классный момент, когда мы сперва изучаем рынок, изучаем конкурентов, изучаем поведенческие какие-то манеры нашего пользователя, нашего клиента, и мы собираем продукт так, как, в принципе, он ожидает это дело увидеть. Что дальше? Да, мы, естественно, описываем какие-то эффекты, мы оцениваем, мы составляем план, то есть, мы прикидываем еще, как это дело все у нас будет собираться. Дальше мы наполняем наш, скажем так, чемоданчик с нашими маленькими, скажем так, функциональностями, историями, то есть, мы для команды разработки, команды маркетинга, мы наполняем так называемый бэклог, то есть, где хранятся все наши идеи различными предположениями, то есть, если мы предполагаем, что такая штука, которую мы разрабатываем, она реально поможет провести то же самое исследование, дать инструмент, то да, мы ее раскладываем и кладем в бэклог. После того, как мы это дело все наполнили, мы это дело реализовали, мы это дело все, скажем так, предоставили нашим клиентам, нашим пользователям, да, и в итоге мы получаем какой-то фидбэк, мы тестируем это дело все. И таким образом, таким образом, после того, как мы собрали фидбэк, мы собрали все это дело, скажем так, в качестве обратной связи, мы посмотрели, правильно ли мы на рынок смотрим, правильно ли мы составили все свои гипотезы, И у нас продолжается разработка. Это все переходит в стадию постоянной разработки, постоянного цикла, когда мы снова собираем фидбэк, снова делаем разработку, снова составляем новые гипотезы и снова делаем все выкатываем на рынок. Таким образом, в этом во всем заключается продуктовый подход, который вначале, напомню, обязательно начинается с того, что мы проводим определенные исследования. И таким образом мы минимизируем риски, что мы продукт соберем в стол и им никто не будет пользоваться. И еще один важный момент здесь хотел бы посвятить. То, что весь этот процесс, по сути, его нужно разбивать на какие-то маленькие итерации. То есть не то, что мы взяли, провели исследование, составили кучу-кучу-кучу гипотез, отдали это дело все в команду разработки или в команду маркетинга, продакшна, кого угодно. И все забыли их на полгода. Вот когда, собственно, они приходят через недельку, через две, и мы маленькими итерациями идем и смотрим вообще, как у нас наши первые версии продукта в принципе подходят, не подходят под ожидание пользователя, таким образом мы как раз можем минимизировать все эти риски. Что дальше? Собственно, если взять этот продуктовый подход и все-таки понять, а как в итоге-то делать продукт, чтобы он был у нас на пике востребованности. Окей, мы собрали исследования, мы какие-то гипотезы собрали, а что дальше? И есть такой подход, так называемый фреймворк, сейчас прям, ну я просто его обозначу, про него прочитать можно будет впоследствии, да, общий смысл я вам сейчас постараюсь донести. Называется Jobs To Be Done. Смысл его в том, что мы проблемы, которые в ходе исследования вытаскиваем из наших клиентов, когда мы проводим исследование, мы смотрим, что у них болит, какой у них опыт, как они принимают решения. Да, смотрим проблемную зону, скажем так. И что если мы все вот эти вот проблемы, которые они обозначают, мы сделаем задачами? То есть в чем как бы ключевой смысл? Ну, когда у человека, например, что-то болит, допустим, вот если взять из какого-нибудь проекта, например, если они хотят провести исследование, то что у них болит? У них, например, нет инструмента, да, чтобы сделать это быстро. В этом проблема. А в чем у них задача? Задача в том, чтобы как раз таки быстро получить информацию с рынка. И заметьте, в этом во всем может не звучать конкретно какой-то полученный инструмент. В этом, может быть, не звучать конкретный способ получения этой информации, да. То есть, а в проблеме, в проблеме может звучать таким образом, вы можете узнать целевую, как бы, целевую историю клиента, которую он реально стремится, хочет. И таким образом предложить для них, для них новые решения, о которых они даже не предполагали. И таким образом, таким образом, с помощью работы, с помощью задачи, да, мы можем дать клиенту лучшее решение. То есть, смотрите, какой как бы здесь смысл. Jobs to be done предполагает, что мы описываем наш продукт не как какой-то набор функциональности, а как какие-то, скажем так, определенные работы, на которые наш продукт клиент нанимает. Ну, в принципе, как с сотрудником. Ровно такая же история. То есть, мы нанимаем сотрудника, чтобы он для нас выполнил какую-то работу и дал нам определенную ценность для нашего бизнеса, выполнив какую-то функцию. С продуктом может быть такая же история. То есть, клиент нанимает наш продукт, например, тот же самый инструмент по исследованиям, чтобы решить задачу по быстрому получению информации. И таким образом, мы уже начинаем по-другому немножко смотреть на всю эту историю. И можем, опять же, как я повторюсь, мы можем дать ему этот результат даже любыми другими способами, как мы это себе в принципе предположим. И таким образом, чтобы мы разложили наш продукт, наше решение на какие-то маленькие составляющие, чтобы понятным образом дать человеку то, что он в принципе хочет, мы можем использовать такую небольшую простую конструкцию. То есть, когда происходит какая-то ситуация, например, человек хочет получить информацию в ходе исследования местного сообщества, я хочу получить быструю информацию по каким-то посевным культурам, допустим, я могу ошибаться, чтобы подготовить исследование и проверить свою гипотезу по такому-то решению. И таким образом, мы можем разбить наш большой продукт на маленькие истории, где собирается контекст, конкретное желание и конкретный результат, который мы реально хотим получить. И таким образом, мы можем понять, что в целом клиенту нужно. И если как бы эту историю немножко подвести к такому эпогею, мы можем посмотреть, что в принципе наш клиент, наш клиент, он в ситуации находится, он в каком-то состоянии находится. Да, вот, как говорится, текущий я, скажем так, текущий я со своими историями. И что он хочет? Он хочет перейти в новое состояние, да, как говорится, из текущего я в новый я, да, где он обладает информацией, где он обладает новыми функциями, где он обладает новыми эмоциями, да, и мы нашим продуктом можем помочь ему перейти в это состояние, понимаете? Как вот в случае, например, вот с тем же самым исследованием, да, то есть он из текущего я без информации может перейти в состояние нового я с информацией, где он может лаконично общаться со своими будущими пользователями и клиентами. И есть определенные триггеры, которые его к этому сподвигивают. То есть пришел клиент, который попросил эту информацию, или пришел новый тренд, и нужно перестроить способ получения информации и так далее. Либо наоборот, мы можем построить продукт таким образом, чтобы он не скатился в старое состояние, то есть он остался в своем текущем новом, в текущем настоящем. Например, кейс немножко забегает вперед, кейс с зонтиком. Да, вот мы с вами выходим из дома, и все хорошо, все нормально, все отлично. На улице светит солнышко, и ничего не предвещает каких-то плохих ситуаций. Но вдруг начинается дождик, и мы понимаем, что мы сейчас станем мокрыми. Но мы хотим остаться сухими, то есть мы хотим остаться в текущем состоянии. Что для этого, в принципе, нам может помочь? Да, различные укрытия, машина, подъезд и зонтик как раз-таки. И вот, собственно, мы начинаем пользоваться зонтиком, чтобы мы остались в нашем текущем состоянии. Поэтому такой вот подход, смена состояния, поможет вам лучше, наверное, понять, к чему привести своего клиента, к какой главной цели реально вы можете помочь ему дойти с помощью своего продукта. И вот есть такая вот канва, скажем так, которую, эта канва авторская, составлена как раз-таки под интерпретацию этого, ну, довольно-таки сложного фреймворка Jobs to be Done. Если просто углубляться в этот фреймворк и изучать его целиком и полностью, даже прям такие сильные, хорошие адепты продуктового подхода не всегда, на самом деле, с этим хорошо справляются. И внедрение довольно-таки сложное, потому что, ну, очень глубоко он погружает команду разработки в ту специфику, которую я вам сейчас пытался донести. Вот. Этот фреймворк, он позволяет без погружения, без изучения этого, как бы, подхода сразу начать его использовать на практике. Как, в принципе, он, собственно, работает? Здесь, по сути, описан или предполагается описать такой, знаете, поведенческий портрет вашего клиента. Что именно? Первое, да, с чего, в принципе, вам следует начать, да, это в чем же является задача либо интерес клиента. Что он на самом деле хочет? Вы это можете заполнять как из своих, скажем так, ну, предположений, да, если вы хорошо рынок знаете, или вы уже общались с клиентами, или вы, в принципе, так предполагаете. Так и можете провести исследования, пообщаться с вашими клиентами, пригласить их на интервью, провести опрос, да, и заполнить уже конкретно фактическими их задачами, интересами, таким образом вы себя точно не обманете. Ну, да, как бы сейчас это не самое важное, сейчас, как бы, главное понять, как его правильно заполнять. Вот в чем, собственно, их интерес, да, то есть, например, если берем ситуацию, например, с зонтиком, да, то есть я хочу остаться сухим в случае, когда идет дождь. Вот, например, или я хочу открывать зонтик и остаться сухим, когда идет дождь. Да, если он конкретно, например, указывает на способ решения данной задачи. Второе, да, клиент или сегмент. Мы с вами делаем продукты для какой-то целевой аудитории. Это, в принципе, думаю, всем понятно. И здесь очень важно как раз-таки описать, что за клиентский сегмент. То есть в данном случае это может быть человек, который не пользуется такси, он пользуется, например, метро, или находится в зоне, где нет общественного транспорта. Он, там, не знаю, у него, например, небольшой бюджет, то есть он не может себе позволить там какое-нибудь хай-тек решение, ему нужен простой зонтик. И, например, у него там какие-то предпочтения, он любит, там, не знаю, чтобы было все как-то по-простому, то есть он любит автоматический зонтик, или он любит элегантность, да, ему нужен зонтик трость и так далее. Третье – это контекст. Контекст. Обязательно всегда, всегда прям вот запомните, пожалуйста, это вот себе, ну, это очень как бы важный аспект, контекст. Задача никогда не возникает у человека просто так. И мы часто это забываем с вами. Обязательно возникает какой-то контекст, то есть какие-то обстоятельства, что-то, что сподвигивает и помогает нам, или заставляет нас рождать эту задачу. Ну, и фактически добавляет нам каких-то проблем. Важно здесь понимать, что контекст может быть внутренний, а может быть внешний. Например, если взять тот же самый зонтик. Пошел дождь. Это внешний контекст или внутренний контекст? Это, в принципе, ну, понятным образом является внешним контекстом, то есть какое-то внешнее обстоятельство. Какой мог бы быть здесь внутренний контекст? Ну, например, я взял, открыл зонтик. Ну, не знаю, сложно, конечно, в случае с зонтиком придумать внутренний контекст. Ну, например, для какого-нибудь... Я взял с собой зонтик для того, чтобы быть на стиле. Ну, например, я взял себе зонтик-трость, чтобы быть таким стильным человеком. У меня там костюм, фрак, да, это хопа-зонтик. Это внутренний контекст. Я сам захотел быть таким. И сами понимаете, что, возможно, вы почувствовали разницу этих двух контекстов. В случае, если у меня внутренний контекст, я могу захотеть, могу не захотеть. У меня как бы не подпекает. Нет какого-то сильного побуждения. Ну, просто вот есть такое желание. И поэтому клиенты, у которых только внутренний контекст, они могут долго ходить вокруг да около, принимать решения о покупке вашего продукта или участия в нем, и в итоге так ничего не купить, потому что, ну, может быть, не так уж и нужно, или дорого, или конкуренты предлагают другие решения и так далее. В случае с внешним контекстом у него нет вариантов просто не воспользоваться вашим продуктом. Просто потому что он сейчас станет мокрым и все. Вот, поэтому всегда старайтесь вытаскивать из исследований своих, из интервью именно внешний контекст человека, чтобы вы могли на это дело правильно ставить свой акцент в своем продукте. Страхи. Вот как раз-таки страхи очень плавно вытекают из контекста. То есть, если человек боится быть мокрым, боится выглядеть как-то неряшливо, боится, что он, не знаю, опоздает или еще что-то, вы через вытаскивание этой информации из контекста вы можете правильно тоже, опять же, сделать упор на этой истории. Или, например, он не любит, ему не нравится, когда зонтик занимает очень много места, и ему некуда его складывать. И вы можете придумать какой-нибудь портативный зонтик, условно говоря. Да, и таким образом закрыть его страхи. Выглядит нелепо. Дальше очень интересные четыре блока идут. Пятый, шестой, седьмой и восьмой. Про них поговорю в совокупности. Человек, решая свою задачу, проходя через страхи и находясь в определенном контексте, он хочет к чему-то конкретно прийти. То есть, к какому-то целевому состоянию. Про то, что мы с вами немножко раньше говорили. Вот эта вот история. И очень важно понять нам с вами, к чему на самом деле человек хочет прийти. То есть, это может быть какая-то новая версия себя. Это какое-то состояние. Это какие-то новые выгоды. То есть, вот что на самом деле как бы таится за этой задачей. То есть, в чем его главный мотив. Да, и здесь раскрывая, можно раскрыть эту историю на три составляющие. То есть, какие новые функции он будет получать. То есть, конкретно, что он будет уметь делать. И в случае, например, с теми же исследованиями, он с помощью продукта может в два клика получать быстро всю нужную информацию. То есть, это как бы новая функция. В случае с эмоциями, он какие новые эмоции будет испытывать во время использования продукта или после использования продукта. То есть, мы же с вами все, в принципе, существа эмоциональные. И так или иначе, 80% всех наших решений проходит на основе эмоций. Поэтому, и мы, в принципе, живем с вами ради эмоций, на самом деле. Поэтому очень важно в продукте тоже это дело не забывать. И вот, опять же, возвращаясь к предыдущему докладу, когда мы предлагаем нашему клиенту на эмоциональном уровне с ним какое-то сообщение, да, вы тоже дарите ему определенные эмоции. Это очень классный такой способ. Ну, можно раскладывать его в маркетинг, да, можно раскладывать в сам продукт. То есть, когда он конкретно пользуется и когда он только готовится воспользоваться продуктом. То есть, здесь прямо вот можно класть эмоции и туда, и туда. Вот поэтому тоже про это обязательно не забывайте. То есть, ради чего, какие эмоции все это может испытать в вашем продукте. И социальная история. То есть, мы, опять же, мы находимся в социуме. Мы любим всякого рода одобрение, признание, карьерный рост, социальное признание и так далее. То есть, если ваш продукт поможет вашему клиенту как-то проявить себя в социуме, там, не знаю, в соцсетях, отметить какой-то новый свой опыт и таким образом получить какое-нибудь там большое количество комментариев, лайков в том числе и так далее. То есть, тоже это дело можете подсветить. И можете на это сделать также упор. И если вы уже почувствовали, то если вы правильно соберете вот пятый, шестой, седьмой, восьмой пунктики, четко поймете, на что делать упор в вашем продукте, клиенты сами к вам пойдут и захотят испытать новые функции, новые способности, новые эмоции и понять свою принадлежность, там, новое состояние в социуме. Да, таким образом все карты у вас будут в руках. Ну и последние пару пунктов. Сопутствующие задачи. То есть, помимо того, что ему нужно прийти к главной цели, решить какую-то большую свою задачу, да, хорошо, если это будет сопровождаться какими-то маленькими, приятными, комфортными дополнительными функциями. Там, например, что-нибудь посвятить, что-нибудь визуализировать, что-нибудь, там, не знаю, вывести какую-нибудь дополнительную информацию. То есть, чтобы, в принципе, решение этой задачи в вашем продукте было комфортным, удобным. И ему не приходилось открывать много различных окон, различных других приложений, чтобы решить свою одну задачу. Вот, если вы это тоже можете вытащить и подсветить в вашем продукте, тоже будет очень здорово, ну, то есть, в ходе вашего исследования. Ну и, наконец, десятый пункт. Такой довольно-таки серьезный, ключевой, на самом деле. И не просто такой находится в самом конце. Если вы хорошо распознали главную задачу клиента, поняли, к чему он хочет прийти, поняли страхи, поняли его новые роли, вопрос, может ли он к своей цели, которая находится в пятом пункте, прийти иным способом? И может ли он не воспользоваться вашим продуктом? Да, вот, просто, как бы, для уточнения. На самом деле, этот вопрос подсвечивает, в каком, скажем так, сегменте находится данный клиент. То есть, насколько у него действительно болит эта задача. И страх сильный, и он, как бы, с этим не может справиться. И ему, например, очень нужен ваш продукт, прям, срочным образом. Если есть варианты, есть альтернативы, есть конкуренты, последствия не очень серьезные, или, помните, как внутренний контекст, по сути, да, то есть, внешнего нету, то обратите на это внимание, возможно, что-то еще стоит доработать в продукте, какое-нибудь другое позиционирование, поискать, может быть, другую аудиторию, поискать эти новые роли, да, там, функциональную, эмоциональную, социальную, да, чтобы действительно выбора у человека, ну, как бы, желательно, чтобы не было, чтобы он прям очень хотел, и это решало его насущные проблемы. Вот, в принципе, вот такая канва, буквально экспрессом по ней пробежались, в принципе, вот таким образом она ровно в такой последовательности заполняется. Опять же, подсвечусь в то, что вы сперва можете ее заполнять, исходя из ваших ожиданий, ваших гипотез, предположений, но обязательно проверьте это в ходе исследования, то есть соберите какой-нибудь опросничек, интервью, ну, к сожалению, сейчас мы это затронуть не сможем, потому что время ограничено, это отдельная большая тема, и проверьте в ходе исследования, правильно ли вы себе предположили все эти аспекты, которые здесь могут быть заполнены. Ну, и самое ключевое здесь, да, вы, когда собираете весь этот поведенческий портрет клиента, вы с этим документом можете общаться с командой маркетинга, с командой разработки, с потенциальными партнерами, в конце концов, собирать презентацию продающую для клиента, то есть это как бы вот единое место, которое поможет вам правильно продукт собрать и правильно вести общение и коммуникации. В общем, забирайте и пользуйтесь. А мы пойдем с вами дальше. У нас еще полчасика есть. А, ну, в принципе, сейчас, наверное, пробежимся дополнительно по зонтикам, да, вот зонтик, который мы с вами, в принципе, представляли, да, который спасает нас от дождя. Да, в этом случае, как бы, это канва, канва была бы понятным образом использована, мы на ней прям пробежались. А что, если зонтик вот такой, да, то есть смотрите, как интересно получается, как меняется задача клиента, то есть почему мы к этому зонтику можем прийти. То есть у него задача не скрыться от дождя, и у него задача скрыться от солнца. И какой контекст, да, то есть совсем не дождливая погода, а яркое пекущее солнце. И в чем у него здесь могут быть, да, там функциональные, эмоциональные, социальные роли, вы уже, в принципе, там можете догадываться, да, он совсем как бы поиначе себя может вести. И хоть продукт довольно-таки похожий на предыдущий, исходя из общих ситуаций, потребности клиента, контекста и так далее, может меняться продукт ключевым образом. А что, если зонтик вот такой? Да, то есть здесь вообще абсолютно другая история. И насколько без этого зонтика человек может справляться и кушать мороженое, или пить коктейль, насколько он реально нужен, и сколько он может стоить. Да, думаю, тоже, в принципе, всем понятно. То есть здесь внутренний контекст, не сильно яркая выраженная потребность, да, но тем не менее продукт есть, существует, и им тем не менее пользуется. Поэтому, видите, вот вроде как одна и та же история, один и тот же зонтик, да, в трех разных контекстах по разному используется, и разные задачи и потребности решает. Так, третий инструмент, третий инструмент из наших с вами четырех. Ценностное предложение. У меня к вам вопрос, друзья. Кто вообще знает, что такое ценностное предложение, использует его, составлял его? Ну, в общем, у кого есть опыт по ценностным предложениям? Поделитесь, пожалуйста. Я думаю, здесь можно даже при желании микрофон включить, поделиться. Можно написать, как вам больше удобно. Тема очень важная. Были попытки у Виктории. Попытки были. Но сегодня будет еще одна, видимо. Давно, давно, давно и неправда. Как думаете вообще, зачем нужно это ценностное предложение? Ну, вот как бы это такая формулировка продукта, которая как-то подсвечивает его ценность для конечной аудитории. Зачем оно нужно? Почему о нем столько разговоров? И почему все инвесторы, все крупные партнеры потенциальные ваши всегда вас спросят, а в чем ваше ценностное предложение? Продавать проще может? Или отстраиваться? Ну, в целом, как бы да. И, ну, если да, мы его будем использовать для продаж. Оно, в принципе, действительно помогает для продаж. И помогает и в случае отстройки. Это все верно. Потому что ценность попадает в эмоции. Ну, в ценностном предложении нет задачи подсветить эмоции. Но ценность действительно может в эмоции попадать. Ну, здесь как бы не задача ценностного предложения. Ценностное предложение отражает особенности именно нашего предложения, чем оно отличается от других. Да. Это есть такое. Каким образом решает проблемы потребителя. Тоже верно. Да. Вот если все ваши мысли собрать в кучку, да, получится хорошее определение ценностного предложения. Окей. Смотрите. Раскрываю вам ширму. Ценностное предложение действительно помогает в одном сообщении, в одном сообщении, друзья, то есть без каких-то длиннющих презентаций, притянуть потребителя к себе, то есть таким образом, что вы просто реально подсвечиваете ценность в этом предложении. Поэтому оно, собственно, и называется ценностным. Все очень логично. Синхронизироваться с партнерами и с командой. Подсветить ценность продукта. И, конечно же, да, отстроиться от конкурентов. Вы все получаете по 5 баллов. Отлично. Все все правильно сказали. Вот. И смотрите, вот правая схемка наверху. Я предлагаю в нее немножечко углубиться. В чем как бы сутевая часть? Есть как бы три основных зоны. Есть потребности потребителя. Есть ценность продукта. То есть как бы что конкретно дают функции вашим продуктам для вашей аудитории. И есть ценность конкурирующих продуктов. То есть как бы эта вся история в том числе очень тесно пересекается с УТП, то есть уникальным торговым предложением. Но имеет немножко другой окрас. Вот. И таким образом, если вы правильно синхронизируете ценность вашего продукта для вашей аудитории, и тем не менее еще отстраиваетесь от конкурентов, то это есть ваше ценностное предложение. Если ценность вашего продукта пересекается с ценностью ваших конкурирующих, ну, ваших конкурентов, то это не является ценностным предложением. Это фактически еще один продукт на рынке. Ну, как-то, может быть, там что-то дополнительное делает. Если ценность есть, но не попадает в потребителя, значит, вы, скорее всего, не попали в потребителя, и им конкретно будет не нужно. Может быть, кому-то другому нужно, но вы это пока еще просто не знаете. Ну, и, конечно же, если ценности нет, то тоже, в принципе, зачем это делать? Вот, окей, смотрите. Есть тоже такие некоторые высказывания. Я сейчас здесь долго задерживаться не буду, но ключевую мысль скажу. То, что хорошо, если вы ценностное предложение можете собрать таким образом, что вы можете, так сказать, пройти момент тест, так называемый. То есть вы его можете сказать своим родственникам, которые не в теме вообще в вашей деятельности, профессии, не понимают, чем вы занимаетесь, и с помощью ценностного предложения они поймут. И если такой тест вы пройдете, я вас поздравляю, у вас хорошее ценностное предложение. Вот, собственно, не, как говорится, без долгих прелюдий, вот его формула. И у нас с вами еще 20 минут. Да, есть уникальная возможность, Виктория, особенно для вас, собрать его прямо сейчас. Смотрите, вот прямо вот по такой формуле. Очень все просто. То есть мы, команда или компания, такая-то, такая-то, создали такой-то продукт, ну, коротенькое определение, платформа для проведения исследований, которая помогает клиентам какого-то типа, то есть фермерам, предпринимателям, или еще кому-то. Ну, короткое описание вашей целевой аудитории, чтобы было понятно, для кого это дело сделается. В какой-то ситуации, то есть опираемся на контекст, то есть когда возникает у них такая ситуация, решать для них такую-то проблему, которая там возникает с трудностью, например, получением каких-то информации, какой-то информации для принятия решений, ну, например, с помощью, то есть, например, с помощью приложения, платформы, людей, привлекаемых, там, не знаю, какой-нибудь, что там у нас еще было с вами, с помощью, там, платформы ресурсного центра, там, с помощью сообщества в том числе, с помощью настольных игр, то есть вот все, в принципе, все то, что назвали, как раз является, там, методом, технологией, описанием продукта, там, и так далее, то есть какие-то механики внутренние. Вот, ой, сорян. Да, с помощью такого-то метода и получать ценность, то есть что получаешь, ради чего, как бы, этот продукт нужен людям, и почему, и что вы даете этим продуктам для решения этой проблемы, то есть обычно, как правило, там, в чем ценность может быть? Время, деньги, там, не знаю, признание, какие-нибудь социальные вещи, вот, в том числе, кстати, функциональные, эмоциональные и социальные части, да, можно сюда в том числе класть. Да, либо такие банальные базовые вещи, типа время, деньги, деньги, влияние, там, вот такие вещи можно сюда указывать. Ну, в общем, как бы смысл в том, чтобы собрать вот в таком, в такой конструкции ваше ценностное предложение и протестировать его. И, конечно же, ну, когда вы его собираете, можно его немножечко художественно подправить таким образом, чтобы оно прям, ну, хорошо звучало. То есть как бы эта конструкция такая техническая, да, ну, позволяет все взять воедино. Вот, если есть желание у кого-то, можно голосом, либо текстом написать свое ценностное предложение, мы прям можем его протестировать. Ну, ввиду времени, правда, только одно. Ну, если вдруг у нас в конце останется время, и мы можем протестировать все оставшиеся, которые вдруг у вас появятся. Обычно очень хорошо, ну, то есть такие форматы выдачи обратной связи по ценностным предложениям, ну, я прям очень рекомендую использовать, потому что помогает размылить, скажем так, глаз, да, и получить все те ценности ценностного предложения, которые я вот вначале обозначил. Вот эти вот вещи, сейчас, вот этот, вот это слева у вас, притянуть пользователя, синхронизируется с партнерами, ценность продукта, подсветить, и отстроиться от конкурентов. Так, вы мне просто обозначите, сейчас кто-то готов ценностное предложение подождать, или в конце лекции пройдемся по тем, кто вдруг захочет. Все улыбаются, но никто не признается. Так, есть предложение в конце. Да, давайте, наверное, да, в конце, сейчас просто пойдет такая, четвертый инструмент, который, возможно, не всем пригодится, я о нем как бы обозначу. Кому вдруг, ну, как бы, не пригодится, можете потом либо переслушать, либо почитать лекцию в презентации, да, либо там одним ухом послушать. Вот, и пока можете составить ценностное предложение. В принципе, так все и задумано. Смотрите. В чем у нас, как бы, дальше история. Есть такая тема, так называемый MVP. Я на всякий случай повторю, для тех, кто вдруг, может быть, не слышал. И вообще, вот мы с вами пробежались по этому фреймворку, джобстобедан, скажем так, да, вот по той табличке. Вроде все описали, собрали, все собрали поведенческий портрет клиента, написали ценностное предложение, снарядили им маркетологов, они уже готовы заряжать и продавать. Мы с вами полностью поняли продуктовый подход и готовы работать над тем, чтобы делать там маленькие инкременты и постоянно собрать обратную связь. Как, собственно, планировать разработку продукта, причем неважно, он в IT-сфере или он в физическом формате находится, это абсолютно неважно. Вот, то есть, как подходить к сборке механизма и структуры приложения, продукта, вот, то есть, какими способами можно это дело сделать. Смотрите, сейчас объясню. А, ну и, собственно, да, я забыл сказать. MVP, да, это аббревиатура Minimal Viable Product. По-русски это минимально жизнеспособный продукт. Еще проще, это продукт, минимальная версия продукта, которая уже с первой своей маленькой итерации, то есть, что-то такое маленькое разработанное, уже дает какую-то ценность вашему клиенту. Да, если помните, продуктовый подход ориентирован на ценность, которую выдает клиент. И важно с каждой итерацией, которой вы двигаетесь, всегда давать эту ценность. И с помощью и обратной связи, и исследований, проведенных заранее, вы всегда чувствуете, где эта ценность находится. Так вот, MVP поможет вам, поможет вам собрать самую первую, знаете, как бы первые шаги всегда самые сложные. И может вам первые шаги сделать попроще. Смотрите, есть как бы вот такая парадигма, да, то есть, когда мы вот рисуем какой-то наш весь большой такой продукт, весь, все его функциональности, все вот эти вот расписали истории. Помните, как я вот внизу писал контекст, когда, не знаю, наступает дождь, я хочу остаться мокрым, ой, господи, я хочу открыть зонтик, чтобы остаться сухим. Да, вот такие вот истории. Разложили все, все у нас полностью собрано, весь каркас, ну не весь каркас, а все истории нашего продукта. Да, и вот как нам это дело все как бы разложить в понятной как бы вот последовательности. Есть вот, ну, вы в каждой, скажем так, в каждую итерацию думаете, ага, что мне в первую очередь можно заложить. И, например, вы в MVP кладете какую-то маленькую, маленькую часть всего того, что вы, в принципе, планируете реализовать. Да, и потом раскладываете на последующие итерации все какие-то оставшиеся вещи, которые вы понимаете, что по приоритетам не так важны, как вот в самом начале. Или, например, в самом начале вы понимаете, что нужно какую-то базу, оснастку собрать, да, чтобы уже была конструкция рабочая. Да, и таким образом вы вот делать такой разбивочку, то есть в начале MVP, чтобы можно было, например, сделать первую версию вашего продукта. Например, в данном случае у нас история была связана с с организацией и мероприятий, да, чтобы можно было их организовывать, собирать и получать заявки, отправлять заявки. Там техподдержка была, и у нас как бы пиар и маркетинг был, в общем, все по красоте. И в начале что мы сделали, да, то есть в MVP положили возможность какой-нибудь, скажем так, ивент, ну, то есть мероприятие заказать, то есть посмотреть вообще, в принципе, какие есть ивенты, сделать заказ, отправить заявку и отправить ее прям сразу на менеджера. То есть в принципе все, больше как бы ничего. Все остальные аспекты, они, ну, мы их сразу убрали на потом. Таким образом уже клиент с первой версии может что-то получить для себя, да, как бы вот ключевая такая мысль. И смотрите, как бы, что дальше. Вообще, да, ключевая мысль, что опять же с каждой итерацией мы получаем ценность, даем клиенту ценность, то есть вы про это не забывайте. Если вы с итерацией ценность не даете, задумайтесь об этом, скорее всего просто вы не сможете получить feedback. И это можно делать абсолютно разными способами. Кто-то вот так вот рисует скетчи визуальные там своего продукта, то есть таким образом он пока еще не работает, он просто пока нарисован. и показывает, уже можно там показать своему клиенту, как оно будет работать. Это тоже может быть MVP, прототип интерфейса. Таким образом он вам даст фидбэк, самое ключевое, самое важное, что мол, да, это то, что мне нужно, это то, что я хочу, я уже хочу этим пользоваться. И да, вы получаете подтверждение, что то, что вы делаете, вы в правильную сторону идете. Это может быть какой-то сайт, лендинг, ну, по классике в принципе. Да, где вы собираете, получаете, например, заявки на предзаказ. Все что угодно. Все то, что вам даст первую обратную связь. Вот это самое ключевое. Первую обратную связь. И чтобы вы правильно могли понять, даете ли вы ценность клиенту или нет, я вот как бы предлагаю воспользоваться всегда вот такие, знаете, простейшие пользовательские сценарии. То есть это какая-то последовательность действий, которую вы прям раскладываете по шагам в текстовом формате или вот как здесь я показывал в формате какой-то графики. Да, и вы прям показываете, что конкретно клиент по шагам делает. На умном продуктовом языке это называется путь клиента или Customer Journey Map, CGM. Вот, в общем, путь клиента или пользовательский сценарий. Вот, таким образом вы можете, вот разложив все шаги его описать, да, и понять вообще в конце концов он получит какую-то плюшечку, да, для себя в вашем продукте, он захочет этим воспользоваться еще разочек или нет, да, или он где-нибудь застопорится, где-то посмотрит все там товары на сайте, да, ну, скажет, ого, да, вы товары продаете, нет, не продаю, ага, красиво, да, вот это вот все. И в итоге таким образом он уйдет и не даст вам фидбэк или скажет, ребят, ну, окей, красиво, что, здорово, ну, а что дальше, да. Вот, поэтому если получится у вас разложить первую версию вашего проекта, продукта на вот такие вот истории, на такие маленькие шпышочки, да, и вы сможете таким образом правильно скоммуницировать со своей командой, сказать конкретно, что вы хотите сделать и как это дело все можно реализовать. Вот, да, и еще разочек аспект на том, что таким образом вы получаете положительный клиентский опыт, то есть он в итоге, почему положительный, потому что он получает ценность. Я про ценность сегодня, видите, сквозь все слайды говорю, потому что в этом заключается продуктовый подход. Итого, давайте подведем итог. В принципе, я вам сегодня показал три ключевые вещи, да, которые помогут вам собрать востребованный продукт. Причем, опять же говорю, неважно, он в IT, то есть в диджитале, то есть в виртуальной части находится или в физической части. Первая часть, да, это общая канва продуктового подхода, то есть как бы правильная последовательность ваших стратегических действий. То есть сперва мы проводим исследования, смотрим вообще, к чему мы хотим реально прийти, как будем измерять свои результаты, эффекты по-другому метрики. Собираем гипотезы, тестируем, получаем фидбэк, получаем обратную связь. Если все хорошо, продолжаем дальше гипотезы генерировать в ту же сторону, либо там расширять свой продукт. Если нет, собираем фидбэк, смотрим, что можно поправить, что можно починить, как можно сделать иначе. Да, и таким образом, постоянно беспрерывная разработка. Второе, как только вы поняли, ну то есть вы собрали общую канву своего продукта, да, раскладывайте его на сценарии с ценностью. То есть таким образом, чтобы вы понимали, какие новые гипотезы закидывать, чтобы в итоге был положительный клиентский опыт. Третье, да, чтобы правильно понять вашего клиента, описать его поведенческий портрет с помощью канвы «Джофф Стобидан». Да, таким образом, когда вы, вот весь ваш клиентский сценарий, вы можете фактически вот собрать в такие вот коротенькие формулировки, да, и полностью понять, к чему стремится ваш клиент, что у него болит, в каком контексте он находится, и может ли у него быть выбор и какие-то альтернативы. И чтобы вы, в принципе, были в курсе по всей этой истории. И, конечно же, чтобы правильно коммуницировать по всему своему продукту с командой, с партнерами, с маркетингом, который впоследствии будет коммуницировать с вашими клиентами, вы собираете ценностное предложение, и таким образом все то, что вы делаете, понятно доносится до рынка. И в итоге у нас зацикливание случается, да, и мы делаем хороший востребованный продукт. Вот в совокупности со всеми этими четырьмя, скажем так, инструментами, подходами. Так, друзья, у меня, в принципе, все. Я все, что вам хотел донести, донес. Даже получилось чуть-чуть быстрее, чем я хотел. У нас осталось с вами 8 минут. Если, ну, я сейчас ожидаю, что мы с вами потестируем какие-то ценностные предложения. Если есть какие-то вопросы, останутся, что-то непонятно, хочется доуточнить, вот, пожалуйста, мои контакты есть. Также, кстати, мы с командой ведем канал с тем, как делать продукты с горящими глазами. В принципе, может тоже подписываться. Будем рады всем новым подписчикам. Ну, в принципе, все, какие вопросы. Буду рад пообсуждать с вами. Спасибо. Круто, Максим. Я, правда, грустно это сказала. Потому что теперь надо все пройти, этот круг. Но, да, да, да. Самая ключевая задача – положить мысль, правильную мысль в голову. И, как говорится, хотя бы лежать в правильном направлении. Вот. Здесь за час, наверное, это, мне кажется, максимальная задача, которую можно сделать. Я надеюсь, что это получилось. Блин, ну, вообще, конечно, если мы у нас все свои проекты социальные, а у нас у каждой организации, ну, пусть, может быть, и не десятки, но точно там не один, два, три, пять. Если мы каждый проект прогоним по вот такому вот кругу сценарий с ценностью, канвас, вот этот Jobs to be done, шикарный совершенно. И вот это пересечение, и только после этого начнем уже там свои проектные заявки, писать стандартные, я думаю, что вообще, конечно, изменится сильно мир. Потому что у нас ключевая, ключевая, мне кажется, проблема у всех, и меня коллеги поддержат, что частенько все-таки продукты мы готовим сами для себя, потому что нам кажется, что они прикольные. И, да, забываем на самом деле про вот эти вот элементарные, правильные, грамотные все шаги. Вот, мое мнение, мои мысли, не знаю, сейчас коллеги, наверное, тоже поделятся чем-то. Вот Анечка пишет, да, прогнать проект через это. Но вообще выглядит, на самом деле, у нас... Да, Лен, спасибо. Вообще, на самом деле, у нас много здесь сегодня и тренеров, кто некоммерческие организации и активистов проводят тренинги, тренируют на разные темы. Мне кажется, что вот эти все упражнения, если мы начнем делать, как ресурсные центры, и с нашими НКОшками, показывать им, рассказывать, и на своем примере все это прокрутить. Мне кажется, что, конечно, это 100% надо брать в работу. Ну, суперполезный час, Максим. Вообще просто... Просто от души спасибо, что согласились с нами сегодня. Ну, мне очень приятно. Я с удовольствием. Так, ну, ценностное предложение, то будем какое-нибудь смотреть? Хотя бы одно? Надежда на Ирину. Ирин, давай, ты там, я чувствую заряженную. Кто-то, 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 я помню там. Давайте. Я заслушалась и не дописала. Еще тогда минутка нужна. У нас есть еще немножко времени. Пять минут как раз-таки. Можно прям, как говорится, как есть. Я поправлю, подкорректирую, как бы мы тут не на экзамене. А Максим, вы можете вернуть на тот слайд, где вот эта вот формула? Может, действительно вслух прям порассуждаем с кем-нибудь? Вот она. Ирин, давай вслух прям порассуждаем. Да, давайте прям вот как есть. Пропал звук. Настолько, настолько ценностное предложение было мощное. ...интеллектом создала продукт «Птица Феникс», который помогает фандрайзерам и руководителям некоммерческих организаций, на самом деле не только им, в ситуации высокой нагрузки и эмоционального выгорания, а, нет, в ситуации высокой нагрузки и снижения чего-нибудь энергии решать проблему эмоционального выгорания. С помощью коучинговых инструментов и... Так, чего-то там эмоционального интеллекта. Метода эмоционального интеллекта или... Не, вы сказали с помощью коучинговых техник. Ну да, с помощью коучинговых инструментов и надо эмоциональным интеллектом добавить и получить ценность и получать ценность века помогай. Наверное, какое-то ощущение внутренней опоры или уверенности в себе или понятных каких-то первых шагов, не знаю, поддержки. Да, вот ощущение внутренней опоры, плюс еще навыки, которые, ну, владение вот этими инструментами, так скажем, чтобы гармонизировать работу и, ну, все сферы жизни, чтобы заниматься, во, у меня основная тема, чтобы заниматься любимым делом без выгораний. Так, то есть, вам бы, конечно, печатать, ну, ладно. В общем, я прослушал, мы команда, только бы не прозвучала. Прозвучала. Я, Лимонова Ирина, тут я не команда, а себя представляю. Я, Лимонова Ирина, коуч и тренер по эмоциональному интеллекту. Создала продукт «Птица Феникс». Руководители некоммерческих организаций и фандрайзеры. Ну, на самом деле, не только они, просто, ну, в данном случае, их распространяем. В общем, создала продукт «Птица Феникс». В общем, для руководителей некоммерческих организаций и фандрайзеров. Решать проблему эмоционального выгорания в ситуации высокой нагрузки с помощью коучинговых техник и, там, техник эмоционального интеллекта, чтобы получать ощущение внутренней опоры и, чтобы заниматься. Ну, да, навыки чего-то там, использование коучингового инструментария в управлении и навыки что-то. В общем, сложно. Ну, да. Здесь, как бы, навыки, это больше, как бы, знаете, это как… Зачем навыки получать? То есть, как бы, это неконечная ценность. То есть, ценность самих навыков, она, на самом деле, не очевидна. Не очевидна. Это, скорее, будет, как, не знаю, там, обучение навыкам коучинга, например, да, инструментарию. Да, чтобы, чтобы вот… Ну, да. Ну, тогда получить… Обрести внутреннюю стабильность, опору на себя, чтобы заниматься любимым делом без выгораний. Да, да. В целом, все отлично. У меня только вопрос. То есть, вы конкретно, получается… То есть, у меня родилась картинка, что вы обучаете коучинговым навыкам. Правильно? Ну, у меня коучинг – эмоциональный интеллект. Я показалась. Да. Очень рад вас видеть, да. В общем, получается, что вы конкретно даете обучение коучинговым навыкам. Правильно? Ну, в том числе и им, да. Нет, просто исходя из этого ценностного предложения. Потому что вы сказали, что с помощью коучинговых техник, да, да, вы, как бы, вот это вот делаете. Просто вы коучинг проводите или обучаете коучингу? Ну, так скажем, есть техники самокоучинга, которые помогают, там, саморегуляции в том числе и регуляции состояния людей, которым ты управляешь. Понятно. Окей, хорошо. Ну, тогда, смотрите, вот в зависимости от того, куда у вас повернут продукт в обучение коучингу, либо в предоставлении, как бы, ну, услуг коучинга, да, то вы тогда говорите либо с помощью коучинговых техник, либо с помощью обучения коучинговым техникам. Вот, в принципе, вот, просто так, чтобы правильно было понятно, что конкретно вы даете. Вот. А так все остальное у вас хорошо собрано. То есть картинка понимается, то есть для кого, зачем, какой ситуации, для чего. Мне, в принципе, все, как бы, понятно. Поэтому спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Ну, в моем случае, получается, предоставление, но, так скажем, в дальнейшем они смогут пользоваться ими сами уже. Угу. Ну, здесь главное, как бы, ценностное предложение не перегружать, не делать из него здоровенный вот такой вот эти, итальянский дом там, с разными пристройками, а вот именно дать, как бы, суть мысли. Как у вас в целом вообще, вот, после сборки ценностного предложения, ощущения? Надо его доработать, пока ощущение чуточку такое, что много всего, да, я там нагрузила, действительно. Может быть, надо как-то развести. Коучинг, эмоциональный интеллект, надо посмотреть. Еще. Я его напишу, допишу до конца и... Не забудьте про вот этот момент тест, скажем так, обстучать его в ваших, там, ну, в какой-то ближний круг. Скажите просто, что вы делаете, и пособирайте обратную связь. И вы прямо его хорошо можете дрифтовать. Это, как бы, ваш главный такой, знаете, маячок. Вот. Супер, спасибо большое, Ирина. Спасибо вам. Очень было полезно. Так, ну, у нас по времени все. Все, мы закругляемся тогда. Да, Максим, спасибо большое еще раз. Уверена, что это всего лишь наше первое знакомство. Я думаю, коллеги точно захотят еще раз и не только раз увидеться. Спасибо вам, что время нам уделили. И всем-всем коллегам спасибо, что сегодня были. Давайте попробуем отработать все эти упражнения, чтобы в следующий раз Максима пригласить и, не знаю, презентовать ему, поштурмовать вместе с ним в глаза, чтобы ему не стыдно было смотреть на следующую встречу. Вот. Я думаю, что если мы сами действительно попробуем свои проекты по этому кругу обкатать, можно было бы вполне пригласить Максима, чтобы он поразбирал, как мы все это поформулировали, как на это смотреть. Все, придумали, читайте тему следующей встречи. Марина Евгеньевна, скажешь, что есть нам на злобу дня? Конечно, скажу. Спасибо большое. Давайте думать в новой парадигме. Ну что, всем... Приятно видеть и благодарную аудиторию. Спасибо еще раз всем. Рад был с вами провести этот час. Все, всем до классного дня. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Все, давайте на связи. Хорошего продолжения вторника. Материалы все вышли обязательно. Все, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...